Девушки отдыхают Ну, они… Собеседование окончено. Большое спасибо. Большое спасибо! МИГ ПЕРВЫЙ Джури, если будешь так спать, шея заболит. Я не спала. Просто лежала. Как прошло собеседование? Не очень. Я не прошла. Провалила все 19. Что? Точно ты пока ничего не знаешь? А вот знаю. Такие дела. Потому что обращалась только в городские компании. Я хочу жить так, как сама того пожелаю. Тебе что, действительно здесь настолько плохо? Ну, а чего хорошего, что я здесь? Отца уволили. Брат безработный. У сестры Саная есть Макото, который даже не знает, кто его отец. Хотите сказать, что я в свои 22 должна тянуть всю семью? Знаете, готова поспорить, скоро отец начнет пить среди бела дня. Ну вы чего? Я же не о вас, дедушка. Вы уже на пенсии. Пейте себе на здоровье. Что стряслось, сестрёнка? Хочешь, чтобы я запрала Макото? Да. Мне сегодня нужно на работу. Сможешь помочь? Хорошо, поняла. Пока. Моя сестра молодец. Она упорно трудится, чтобы на заработанные деньги поставить Макото на ноги. Но всё же... Я дома. Пап, тебе разве это интересно? Я хотел посмотреть новость. Зубаса, может, хватит играть в свои игры? Братец. Игру даже нельзя сохранить. Я больше не могу играть в РПГ в гостиной. Только что звонила Саная. Просила забрать Макото. Может, пора меняться? Разве он у тебя не единственный племянник? Дядя Цубаса. Саная наверняка попросила тебя. Сомневаюсь, что должен идти я. И почему 30-летний мужчина говорит о своих 20-летних сёстрах, как о детях малых? Ну, сходи ты, Цубаса. Ты же уже давно не выбирался на улицу. Ничего страшного. Сама схожу. Не хочу, чтобы ты умер слишком рано, потому что вышел на улицу. Ну, хорошо. Положитесь на меня. Да. Да. Джули, скажи. Что такое в тебя вселилось? Нельзя говорить таких вещей. Ты должна больше играть с Цубасой. С тех пор уже столько воды утекло. Соль. Сестрёнка Джури! Милый мой Макото. Я так хочу защитить его. Но, как говорит моя мама, страшно подумать, будто Макото – наша последняя надежда воспитать достойного взрослого в этой семье. А ещё, я ненавижу себя за то, что согласна с этим. Вы её младшая сестра? Я не могу связаться с госпожой Саная. Тут кто-то пришёл забрать Макото. Говорит, что он его дядя. Ты подозрительный! Не знаете его? Тогда кто пришёл? Что? Цубаса! О, Макото! Я шучу. Просто шучу. И как вам мой братец? Младшая сестра? Да. Это не смешно. Простите. Судя по реакции Макото, это действительно его дядя. Но в следующий раз звоните заранее. Или пусть приходит с водительскими правами. У него нет водительских прав. Простите. Поняла. До свидания. Да. Дядя. Пожалуйста, возьмите ребёнка за руку. А, да. Идём, Макото. Кио, воспитательница! До свидания! До завтра, Макото. Пока! Кстати, вы же всегда зовёте меня Матан. Почему сегодня назвали Макото? Матан, тебя называют джури. Ага. Сэмпай, это ты? Вы кто? О, сколько лет, сколько зим. Ты ж мой сэмпай. Не помнишь меня? Ну ты чего? Ну, я... Простите. Сейчас попытаюсь вспомнить. Слушай, это нормально, а? Что это за парень? Опекун, мальчик, что ли? Как же он меня выбесил. Чё? Я думал, с мелким будет девчонка. Какой я буру. Ужас ещё не готов. Что вы сказали? Я сказал, что похитил Макото и дядю Цубасу, а в обмен хочу деньги. Говорю, ты должна принести за них выкуп. Послушайте, это плохая шутка. Я не шучу, идиотка. Скажу лишь раз, слушай внимательно. Выкуп 5 миллионов йен. Там общественный жилой комплекс, тот, что будут сносить. Строение Б, комната 102. Будь там через 30 минут с деньгами, до 7.20. Наложники внутри. Мы проведём обмен на наличные. Если не успеешь прийти до 7.20, мы тут же убьём мужика. Ребёнок следующий. Подождите. Стойте. Где мне сейчас найти 5 миллионов йен? Да, послушайте их голоса в последний раз. Эй, скажи что-нибудь. Так она тебя не поймёт. Не трогайте дядю Цубасу! Ты зря тратишь своё время. А если позвонишь в полицию, я убью их на месте. Поняла? Отец! У нас нет времени. Отдай свои сбережения! А ты уверена, что это не афера? Такое не может быть аферой! Джури, успокойся! Это точно были голоса Цубаса и Макота. Отлично. Нам хватило. Мы поедем на машине. Джури, оставайся дома с отцом. Кто знает, может преступники ещё позвонят. Я тоже еду. Макота похитили по моей вине, потому что я не пришла. Это? Забота главы семейства. Что? Эй, Такофуми. О чём ты вообще говоришь? Вот именно об этом. Просто остайся здесь с отцом. Такофуми. До чего тебе заткнись? Машина. Разве Нобук не забрала её? У нас нет времени. Макота. Ну тогда поеду на мотоцикле. А ты на мотоцикле успеешь? Слушай, старик, может у тебя есть идеи получше? Эй, ты чего удумала? Я сама пойду. Так хотя бы Макота сможет сбежать. А ну стоять, Джури! Отпусти меня, отец! Да что же это за дура? Это моя вина. Достаточно. В общем, я пошёл. А ты оставайся дома вместе с Атакофуми. Возьми этот нож и иди сюда. Джури, ты тоже. Я собираюсь! Я сказал тебе подойти, Такофуми! Это займёт минуту. Объясню подробности позже. Садитесь. Одна минута. Положи руку на камень. Чего читать молитву или заклинание сейчас не время? Поторопись уже! Ты не хочешь их спасти? Не закрывайте верхнее отверстие. Ты чего? Что это? Ты не смейте отпускать. Они уже здесь. Эй, отец! Папа, не отпускай! Что, Джури? Ты вспомнила? Не знаю, почему эти воспоминания… Эгида! Субтитры Озвучено проектом Anilibria.tv Спасибо, что выбираете нас. Что? Да ты врёшь наверняка. Смешно. В следующий раз посмотрю. Гида. И правда, всё остановилось. Да что, чёрт возьми, здесь происходит? Я расскажу, пока мы идём. У нас есть столько времени, сколько захотим. Стазис. Вот как мой дедушка назвал этот застывший мир. Стазис? Как МС на телевидении или вечеринках? Стазис, иероглиф и остановившийся, и мир. Так буквально? Не спрашивай. Это не я решил его так назвать. Выходит, кроме нас с вами больше никто не движется? Верно, никто. Меня научили использовать камень. Но даже мой дедушка не знал, откуда он взялся. Кажется, что заклинания само по себе очень древние. Много чего я сам не понимаю. А что насчёт трения воздуха и силы? Почему мы можем нормально ходить и дышать? А концепция времени и материи? Тебе нужно объяснение с точки зрения науки? Да. Для меня это уже слишком. Отец, ты же сам всё это сделал. И не понимаешь? Это не имеет значения. Что значит не имеет значения? И вообще, почему ты ничего не говорил об этом заклинании? Знай мы о нём. Ситуация бы не вышла из-под контроля. Я должен тебе кое-что рассказать. Историю о людях, попавших в этот мир. Попав в этот мир впервые, люди удивляются. Некоторые даже потрясены. Но после всегда происходит одно и то же. Здесь, в застывшем мире, они воруют деньги из кошельков всех, кто оказался поблизости. Или мужчины заглядывают в женские бани. Расслабься. Я этого не делал. В любом случае, люди очень быстро поддаются такому соблазну. Начинают с кражи монет, потом переходят на купюры, затем на кассовые аппараты и даже крадут бриллианты. Вот что в конечном итоге происходит с ними в этом мире. Этот мир их поглощает. Вот что я слышал от своего дедушки. Но я не знаю, правда ли это. И даже не собираюсь проверять. Мы на месте. Какая комната? Строение Б. Комната 102. Да неужели? Они что, действительно здесь? А я-то думал, похитители будут осторожничать при передаче выкупа. Если бы они правда всё спланировали, то выбрали бы семью побогаче. А им всё равно. Я уверен, они заперлись изнутри. Давай обойдём. Это здесь? Это они? Те, которые звонили? Не похоже, чтобы это были их голоса. Открыто. Открыто. Они делали ужасные вещи. Не прощу. Жюри! А? Давай скорее доставим их домой. Об остальном думать будем позже. С дороги. Такофуми, помоги мне. Да, понял. Дедушка, здесь что-то есть. Жюри, ты несёшь Макото. Хорошо. Давай оттащим его назад. Да. Взяли. Понесём вместе со стулом. Так будет быстрее. Хорошо, понял. Подержи вот здесь. Да, понял. Готов? Взяли. Давай. Взяли! Как же хорошо, что вещи не падают, когда мы их поднимаем. Так куда проще. Но чёрт, нужно прикладывать столько усилий, чтобы двигать их. Да знаю. Толкаю я, толкаю. Что? А вы кто такие? Вами! А ты кто такой? Стой! Прекратите! Заткнись! Боря. Что? Я на земле? Хатаси. Меня ударили? Когда? Да. Эй, ты. Давай, не сдерживайся. В живых должен остаться только этот дед. Это решение твоего командира. Если кишка тонка, вали! А если настроен серьёзно, чего не прикончишь её одним ударом, а? Ща покажу тебе как надо, смотри. Джури! Джури! Мы не можем забрать Макота! Чёрт! Как всегда, слишком близко. Макота! Сейчас мы не можем его забрать. Какой сюрприз. Это была мгновенная телепортация? Да. Твою ж! Старик! Вы чё там делитесь? А ну ловите их! Есть! Эй, они уходят. Какого чёрта? А вы так часом не можете? Давайте! Это всего лишь старик, вы чё творите? Заставляет меня завидовать. А ну стоять! Живо сюда! Мы собираемся прикончить ребёнка. Остановись! Тогда идите сюда! Не только ребёнка! Собираешься бросить своего отца с братом и сбежать, а? Ну чего вы как вкопанные стоите? Да, это и был наш план. Он здесь. Это… его мы видели? Что такое? Тебе чё, плевать, если они сдохнут? Квестник. Несколько месяцев назад. Как и было предсказано, мы наконец-то узнали местонахождение Мастера Камня, нашего главного объекта поклонения. Конечно же, камень, которому мы поклонялись до сих пор, который обладает теми же силами. Тем не менее, Мастер Камень необходим для использования истинной силы. Наше учение корнями уходит в период Мэйдзи. Но для всего мира мы всего лишь сектанты. Некоторые считают нас странными, другие же высмеивают за старомодность. Но, когда мы получим Мастер Камень, сила, что в Писании Великого Круга описывается как стазис, наконец-то будет нашей. И тогда мир изменится. Нет, его изменим мы. Патриарх вам слово дал. На сегодня достаточно наставлений. Что же, давайте создадим наш собственный мир. Миг второй. А ну стоять, жива сюда. Не подойдёшь, я прикончу ребёнка. Остановись. Тогда идите сюда. Не только ребёнка. Собираешься бросить своего отца с дядей и сбежать, а? Ну чего, как вкопанные стоите. Да, это и был наш план. Он здесь. Это... Что такое? Ты сдохнуть хочешь, а? Тогда... Это Смотритель. Он его не заметил. Сзади, отпусти мальчишку. Заткнись, долбанный фанатик. Я не твоя шестёрка, так что хорош мне указывать. Оно. 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 Жестоко. Он исчезает. Макота! Всё-таки смылись. Они не могли уйти далеко. Найдите их! Слушаемся! Макота и Цубаса в безопасности, поскольку они не двигаются. Сейчас проблема лишь у нас. Нам нужно уходить. Эй, что это было? Тот огромный монстр. Я уже говорил, это Смотритель. Смотритель? Я не понимаю. С Цубасой и Макотой всё будет хорошо? Дед говорил, что Смотритель появляется, когда кто-то пытается нарушить правила Стазиса. Поэтому-то он и показался, когда они решили причинить вред Макоте. Но даже я не знаю всех правил мира, в котором мы находимся. Я не знаю, что именно заставляет его появляться. Если мы нарушим правила, пусть даже сами того не зная, они нас определённо не пожалеют и нападут. Тогда... Почему они могли двигаться? Все ведь должны были замереть. Заклинание перестало работать? Это невозможно. Этого просто не могло произойти. Офицер, простите. Нам нужна ваша помощь. Офицер, простите. Офицер, простите. Я не знаю, почему они могут двигаться. Но одно я знаю наверняка. Этим ребятам нужны мы. И только мы. Я уже ничего не понимаю. Мы ведь просто хотели их спасти. Точно! Дедушка, можно ведь... Что можно? Воспользоваться мгновенной телепортацией. Мы можем забрать Субасу и Макоте. Ничего не получится. Я пытался такое провернуть. Мы не можем телепортироваться с застывшими. Даже если мы попытаемся, они останутся на месте. Да ладно! Мы так ни к чему и не пришли. Получается... И наконец-то общество истинной любви смогло себя показать. Как ты и говорил, существование Вестника – наша самая большая проблема. Я был слишком оптимистичен. Все прошло не так уж и плохо. Он показал всем, что мы не можем творить здесь, что вздумается. Не знаю, как по мне, стоило и другим его показать. Нет. Думаю, нет. Но все же мгновенная телепортация старика доставит нам гораздо больше хлопот. Скорее всего, Смотритель защищает только застывших. Значит, отца они могут убить? Смотритель не подавал никаких признаков присутствия, когда нас почти достали. Вроде как изначально он был нашим предком. Но не похоже, что он стремится защитить нашу семью. Что? Нашим предком? Ну, просто... Помню, дед про что-то подобное говорил, вроде бы. Что люди, которые часто нарушали правила этого мира, сами становятся смотрителями. Да ладно. Заткнись, долбанный фанатик! Я не твоя шестерка, так что хорош мне указывать! Заткнись, долбанный фанатик! Заткнись, долбанный фанатик! Заткнись, долбанный фанатик! батя все-таки смылись они не могли уйти далеко найдите их слушаемся значит смотрите ли правда вылез да да но не подходил уж тебе этого не видеть и не говори вылез ты если что говоришь о нашем боге шибата давай заберем ее отца да зря только гонялись за стариком тогда пусть ребята немного порыскают в округе затем я их верну хорошо хорошо что нам делать сыном и мальчишкой мне нет дела до застывших понял принял давай вставали этот вестник выглядел точно так же как и в писании великого круга наши писания не лгали мы ведь мы ведь правильно следовали нашему учению конечно слава вестнику да вот и все сообщение для второй группы но не рассказывай никому о смотрителя смотрите и овесники именно так они его называли может писание устарел ненадежный источник с другой стороны теперь-то мы точно знаем что писание великого круга это не просто какой-то плод воображения теперь мы сможем справиться со страхом перед вестниками которых превозносили но он ведь оказался меньше меньше чем в описании они уменьшились по крайней мере я на это надеюсь а что думаешь ты на ту маджима не знаю я доверяю твоему мнению сагава нужно выйти из тазиса и снова зайти я думаю это лучший способ сбить их со следа этот мир по сути своей как один из кадров очень длинный кинолент мы выбрали один и просто движемся в его пределах всего лишь одна тысячная секунды может целиком изменить стазис я не представляю как они смогли попасть тот же стазис что и мы но если мы развеем заклинания то выйдем из него а потом снова используя камень мы войдем в стазис с другом времени мы сможем забрать субасу и макота из стазиса где нет этих скотов ну что тогда с отцом будет хороший вопрос если у нас получится мы оставим таковыми в этом мире и больше мы его вряд ли увидим значит сначала нам надо спасти таковыми слушай я попробую как-нибудь вытащить оттуда таковыми а ты принеси из дома камень точно да не кричит и так простите как ты это делаешь ну телепортируешься я так могу даже не знаю научи меня если я тоже так смогу вместе мы спасем отца я бы сказал что ничего особенного не нужно тебе просто нужно попытаться взлететь и все взлететь взлететь попробуй сначала взлететь туда прости могу так и знал у моего деда тоже не получалось что наверное все дело в совместимости с теми светящимися медузами в наших телах себе просто нужно поверить что ты окажешься там и дедушка контролировать телепортацию довольно тяжело поэтому нельзя сильно на нее полагаться поняла я пойду и спасу таковыми просто принеси камень а потом сиди тихо и жди нас здесь да не перестарайся хорошо озвучено проекта манилибрия . тв спасибо что выбираете нас мэм чин чин общества истинной любви Ну и что нам дальше делать? Если они появляются в тот момент, когда мы пытаемся причинить вред застывшим, о наших планах вообще можно забыть. Вестник. Пока этот монстр существует, мы не сможем убивать, используя заклинание Стазиса. Ты хоть представляешь, сколько денег мы на это угробили? Хорошо, хоть последователи верят, что это всё потому, что такая у нас вера и священное писание. Ну, и что дальше? Каков план? Я обсуждал это с Маджимой. С Маджимой? Она присоединилась к нам полгода назад, но только и делает, что критикует. Скверная же она женщина. Ах да. Поскольку мы можем стрелять, ты пушку прихватил, да? Тем не менее, она предоставила нам очень и очень ценную информацию. Я уже входила в Стазису, товарища. И я знаю, кому принадлежит мастер-камень. Ну и что она тебе сказала? О том, по какой причине тело Вестника значительно меньше, чем было сказано в Писании Великого Круга. Просто случайность. Давай проверим. Хочешь использовать наёмников? Ради этого мы им, собственно, и заплатили. Я наконец-то вернулась в этот мир. Прошло 17 лет. Не подходи! Ради этого мы им, и остановили. Матанна! 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 В больницу! Идём в больницу, Матанна! В больницу! Пожалуйста, возьмите ребёнка за руку! Прости, Матанна! 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 Выглядит так же. Это же… Как же так получилось? Сегодня я была на собеседовании, так ведь? А потом Макото и Цубасу неожиданно похитили. Затем мы вошли в этот мир. Мы пришли их спасти. Никто, кроме нас, не должен был двигаться. Но на нас напали. А потом... Если мы нарушим правила, пусть даже сами того не знают, они нас определенно не пожалеют и нападут. Я не хочу оставаться в этом мире. Нужно выбираться. Как сказал дедушка, нам нужно снова использовать камень. Тогда всё закончится. Что всё это значит? Когда они успели? Понятно же. Когда я произносил заклинание? Кто-то сделал фото? Скрытая камера? Если это скрытая камера, значит её установили заранее. Неделя, может месяц. Или ещё раньше. Кто-то всё время следил за нами. Они ждали, когда я использую заклинание. Но если это так, значит они пришли за... В живых должен остаться только этот дед. За самим заклинанием. И за камнем. А ты принеси из дома камеру. Цури! Скорее. Нужно взять камень и вернуться к дедушке. А то горючь найду. А-а-а-а! А-а-а! Да-а-а! Да-а-а! Кто? Кто этот человек? Ну что? Где? Где же камень? Где? Где? А-а-а! Чёрт, старый ты дурак Мог бы и догадаться Прошу Только живи, Джури А ну не врыкайся, сучка Ну и что ты делаешь? Дрянь такая, дайте её мне Всё должно выглядеть так, будто семья Юкава просто исчезла Не должно быть никакой крови или спермы За тряпку постелем, и всё будет пучком Тебе так и хочется оставить свой след, да? Что происходит? Меня что, сейчас убьют? Дедушка Тя Папа Мог бы Дедушка Папа Макута Чё вы там возитесь? Кончай уже с ней Эй, посмотри на её лицо Красная, из носа кровь пойдёт Я не об этом говорю У неё глаза очень странные У них цвет пропадает Белые Чё? Миг третий Фига себе, и чё это? Чё происходит? Это ты сделал? Я ни при чём Такого Я ещё не видел Слышь, чё вытворяешь? Нафиг ты её отпустил Эй Ты чего? Прости Мне вдруг внезапно стало Плохо Нужно просто прилечь Эй, настолько плохо О, это ещё что? Это фантом Фантом? Ты говоришь О той медузе, что внутри наших тел Слияние с фантомом позволяет нам входить в стазис А также свободно в нём перемещаться Та девушка может изгонять фантом Силой Ах ты, а ну иди сюда А ну не рыпайся На Где канула? Там Что ты ведь только что с ними и сделала Использовать стазис и знать о существовании Мастер Камня Может лишь семья Сагава, что унаследовала волю Создателя Господин Ката А? Чего? Что случилось? А? Емото? Достижения Господин Ката Не подходите Она может изгонять медуз Что? Ты о чём? Вы можете застыть Стой Можете поймать её, не убивая Дура Думаешь, на это есть время? А ну стой, тварь Далеко не убежишь Смеяние с фантомом Исход в стазис Словно перерождение в другую форму жизни, которая может перемещаться в другом мире Пока вы способны покидать стазис по собственной воле Можете и дальше использовать фантомы, поскольку они души стазиса Однако Их насильно изгнали из стазиса Шиоми Не объяснишь, что тут происходит? Понятно Не знал, что вторая дочь обладает силой Тогда Я пойду к господину Сагаве Не хотелось быть тем, кто расскажет, что камень украли Но мы обязаны сообщить об этой невероятной силе Способность изгонять фантомы Похоже, изгнание силы из остывшего мира Это крайне болезненный процесс Удаление фантома требует времени В худшем случае они мертвы Ясно Жуть Чёрт! У нас мало людей! Эй, ты нашёл её? Нифига! Будто испарилась! Ладно, всё Возвращаемся Та девушка Я её уже видела Плохо Столько всего произошло Не могу сосредоточиться Это тот, который ныл вначале? Я должен его пришить? Правильно Ты ведь уже знаешь В самый ответственный момент он просто струсил Он был хорошим лидером Но узнал слишком много секретов Очень жаль Не беспокойся В заклинании он больше не участвует Лишь один из застывших Ясненько Они заставляют меня убивать предателей Но нет проблем И как же мне тебя убить? Перерезать зону артерию? Стоп Он же застывший Кровь не пойдёт Тогда Какого лешего я надел дождевик? Ну, это не важно Просто отрежем у башку Да и дело с концом Что это? И в этот раз голова Может, реагирует на химические реакции В мозгу убийцы? Или на мозговые волны? Песок? Нет, что-то ещё На вкус как протеин Весник не просто рассеивается Он исчезает Что думаешь? Он действительно уменьшается Во время убийства Аннона он был больше Что же это значит? Для убийства ему необходимо Определённое количество энергии Энергии для материализации И поддержания формы на определённый срок И факт его уменьшения Доказывает, что он использует энергию Вопрос лишь в том, как она восполняется То есть То есть Время Вестника Ограничено Вот что это значит Отдохни, Мияо А то ты бледный какой-то Простите Я получил нужную информацию Давай вернёмся Ага Ну что, ты бледный какой-то Озвучено проектом Anilibria.tv Спасибо, что выбираете нас! Матан! Матан, ты живой? Ты дышишь? Пульс? Дядя Цубаса! Где мы? Ну? Похищение закончилось? Что? Похищение? Я не позволю этому случиться! Похищение? Ты о чём? Может, сон дурной приснился? Это… О чём это вы? Вас тоже похитили дядя Цубаса! Ну, я это… Я прав? Те страшные люди уже ушли? Полиция поймала их? А где мы? Ну… В больнице. И правда… Не двигается! Круто! Теперь моё! Вау! Весело как! Дети легко привыкают к новому. Этот мир, где ничего не двигается, пугает меня. А… Но те парни… Они и двигались. Как там оказался отец? С момента звонка от похитителей прошло мало времени. Те парни, что похитили нас, не двигались. Что здесь творится? Точно. Я должен защитить Макота. Но что делать дальше? В этом остановившемся мире… Что… Что мне делать? Эй! Ты и правда не двигаешься! Эй! 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 Постой! Успокойся! Матан! Не надо там прыгать! Послушай… А ну слезай оттуда, Матан! Постой! Эй! Матан! Куда ты бежишь? Мы же сейчас не играем! Матан! Сейчас же успокойся, а не то я рассержусь! Медленно! Ай-яй-яй… Матан? Матан? Макота! Бау! Да хватит уже! А ну! Ядя Цубаса, трусишка! Вам плохо? Ядя Цубаса. Вы же не так часто из дома выходите. Осторожней надо быть. Ай-яй-яй. Хотите домой? Ай-яй-яй. Да… Да… Вроде… Ха-а-а! Что ты сказал, тупица? Говоришь, девка в одиночку украла камень! Найти камень не составит труда. До тех пор, пока мы держим её отца здесь, они не покинут стазис. Ну, похоже на правду, но… Что ты имеешь в виду, говоря, что вторая дочь может изгонять фантомы? Я не видел это своими глазами. По словам Маджимы, фантом был изгнан из тела парня сразу после того, как та девушка коснулась его груди. У всех троих пошла кровь из носа, и они стали застывшими. Я привёл его. Предстань перед патриархом. Иди! Сядь! Вот. Взгляни. Камень, который ты сейчас видишь, изначально был нашим объектом поклонения. Этот камень называют пленённым. Ох… Ясно. Но этот камень был раньше в нашем доме. И что с тобой? Говоришь, вы владельцы? Законом решил припугнуть, а? Нет, не в этом смысле. Не хочу показаться грубым, но я позволил себе детально изучить вашу семью. Ваши общения, ваши доходы, и образ жизни. И я хочу кое-что спросить. Когда вы узнали о заклинании стазиса? Ну… Это было… Нормально, отвечай! Не беси меня! Я… узнал сегодня! Я бы хотел переговорить с вами, Юкава Такафуми. Давайте заключим сделку между главами наших семей. Что ты имел в виду? Сказала, когда девчонка сбежала? Можешь поймать её, не убивая. И это не всё. Когда изгнали Фантом, было бы похоже, что ты в курсе. Что ты скрываешь? Если попытаешься обдурить нас… Однажды… я тоже получила такую силу. А? В каком смысле? Расскажи! Сейчас ещё не время. Вы можете… мне не поверить. Хожу… отолью. А ты веди себя осторожнее. Поняла? Вкуснотища! Вот это класс! Хотя бы раз в жизни. Но я хочу попробовать их все. Только не устраивай тут помойку, ладно? Сэ… А ты чего делаешь? Ну… Вместо того, чтобы пялиться на картинке, попробуй вживую. Смотри, вот так надо. Гляди сюда. Видишь? А? Ахахаха… Тихо! Слышь… Это та тёлка с документов. Её должны были убить… Видимо, сбежала. Ну, раз так, если убьём её… нам заплатят вдвойне. Вперёд! Чёрт, во что ты превратился, старый дурак? Джури, зла ли ты? Думаю, её не оказалось. Надо туда ещё раз вернуться и снова проверить. Джури! Слава богу, ты жива! Да. Деда, почему ты здесь? Я очень волновался за тебя. Те парни пришли к нам домой. Что это на шее? Да нормально всё. Ничего страшного. Я от них сбежала. Лучше посмотри сюда. Камень! Прости. Если бы я только заметил раньше, уберёг бы тебя. Дедушка. О, слава богу, здесь есть люди! Да уж, тут творятся странные вещи. Не знаю почему, все застыли вдруг. Телефон не работает. Я не знал, что делать, и тут голоса. Выбежал, как только вас услышал. Да уж, как же я рад. Быть не может. Это тот самый камень. Отлично. Меня ждёт двойная оплата! Эй, ты чё творишь? Разве мы не договаривались окружить их после удара? Осторожней. У них есть странная сила. За ними! Да ладно! Не тупите! Исчезая, они не могут далеко свалить. Окружите их, так они не уйдут! Чёрт! Эй, они там! Сюда! Ловите их! Не дайте им сбежать! Дедушка! Знаю я! Нам нужно спасаться бегством! Мы оторвались? Не знаю. Но давай идти посреди дороги. Они могут выскочить откуда угодно. Слушай. Те парни. Даже не сомневаюсь. Они работают с теми, кто напал на нас. Отчего же они отвратительные? Готовы убивать без колебаний. Да. Но у нас есть камень. Как и планировали. Теперь мы должны спасти Такафуни. Но у нас есть камень. Как и планировали. Теперь мы должны спасти Такафуни. Дедушка! Как ты, чертов старик! Как ты, чертов старик! Что? Джури! Ты... Дедушка... Я ведь... Уже была здесь раньше, да? Будучи ребёнком, уже была в застывшем мире. МИГ ЧЕТВЁРТЫЙ Слушай, дедушка. Всё не так, как ты говорил. Андра больше не дышит. Выглядит так, будто он умер. Ну да. Но ты можешь не сомневаться, он жив. Если мы вернёмся, ночью он умрёт. Боже, не плачь, Джури. Андра прожил немало. Позволь ему отдохнуть. Или же ты хочешь вечно жить в этом мире вместе с дедушкой? Позволь Андре вернуться к Богу. Хорошо? Андре не умрёт. Дедушка, возвращайся один. Ясно. Тогда я развею заклинание и вернусь. А значит, пора прощаться с дедушкой. Андре так и останется застывшим. Пока, пока. Понятно. Пока-пока. Пока-пока. Хватит. Пойдём уже домой. Джури. Ну же. Нет! Что? Что это? Рука? Вылетела? Нет. Показалось, наверное. Стой! Медуза выходит из меня. Плохо. Меня выбрасывает из стазиса. Стой! Прекрати! Эй, гида! Сколько времени уже прошло? Нет, важнее другое. Я только что на секунду покинул стазис? Если в стазисе хотя бы на миг возник разрыв... Джури! Никогда я ещё так не паниковал. Джури! Я думал, что запер собственную внучку в стазисе. По коже бежали мурашки. Тогда я впервые подумал, что стазис подобен аду. Обучать тебя заклинанию слишком опасно. Так я считал. Даже после того, как взрослеют, люди внутри совсем не меняются. На самом деле я сомневался. Думал, если обучу тебя заклинанию, начнёшь вести себя безрассудно. Я боялся. Раз уж ты забыла об этом, всё к лучшему. Ты никогда не думал выбросить камень. А, так много раз, что не сосчитать. А ты бы смогла? А выбрось ты его. Уверена, что не пожалела бы об этом когда-нибудь? Это уже другой вопрос. Макота похитили из-за этого камня. Знаешь что, я даже... Эй! Нашёл. Бегите, бегите! Я грохну тебе! Я грохну тебе! Подожди! Стой! Бежать сможешь? Дыши. Дыши. Сделай глубокий вдох. Они внизу. Не дайте им уйти. Я загнал их в угол. Да. Им больше некуда бежать. Дедушка. Дедушка! Не могу. Хватит с вас, добегались. Сисястая сучка не может прыгать. Сперва завалим старика, а потом с ней развлечёмся. Ну нет, я пас. Лады, тогда я первый начну. Не-не-не, первым буду я. Как же они меня бесят. Кочина. С нами всегда случается нечто подобное. Раз так хотите, я отдам вам долбанный камень! Грохнешь нас? Нет! Я не хотел! Ты назвал меня сисястой сучкой? Ну, просто... Мне нравятся... Сиськи... Поменьше! Страшно. Мы начинаем контратаку. Вот дерьмо! Да ладно! Думаешь, вдвоём с дедом сможете с нами тягаться? Старик и стерва! Стой! Подойдёшь? Мало не покажется! Да это я вам сейчас... День рождения! День рождения! День рождения! Фух... Хорошо. Теперь всё в норме. Это они сделали? Ужасный. Мастер-камень у нас, но всё же… вот отморозки. И? Это правда? В нашем доме действительно установили камеру наблюдения? Да. Где-то неделю… нет, даже несколько месяцев назад, я в этом уверен. Мы попались в их ловушку. Они похитили Макото, чтобы мы использовали заклинание. Наш враг – тайная религиозная секта. Дело принимает скверный оборот. Но та женщина… По ней ведь не скажешь, что она связана с религией или чем-то подобным. Неужели… Та девочка… Дедушка, я хочу кое-что спросить. А? Когда я была ребёнком, и ты взял меня с собой в стазис. Там был кто-то ещё, да? Девочка. Стояла у моста. А? Какая девочка? Может быть, она и стояла. Но, Джури, почему ты сейчас об этом спрашиваешь? Ладно. Мы должны спасти отца и забрать его из того дома. А потом… Да… На мгновение выйдем из стазиса и тут же зайдём в него снова. Тогда этим негодяям до нас не добраться. Возможно, нам опять придётся вернуться в ту комнату. Давай спрячем Акота и Цубасу в другом месте. А? Они присоединились к застывшим. Их защищает Смотритель, так что ребята в безопасности. Но кто знает, что предпримут враги. Осторожность нам не помешает. Нельзя их там просто оставить. Не может быть. Где Макота? Они перенесли его? Цубасы тоже нет. Должно быть, всех забрали. Нет, только Такафуми. Я уверен. Верёвка разорвана так, будто он освободился сам. Что такое? Нет. Не нужно его трогать. Смотри. Он застыл. Он не застыл, а умер… Когда кто-то умирает, что происходит с медузой внутри… Тела. Она вышла из него? И вошла в Цубасу? Хм… 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 Вот же дрянь… Ох… Вот же дрянь… Ох… Мы пришли! Эй! Так. Вот так. И так. Всё. Видишь? Теперь полный порядок, мама. Катя! Матан… Ну… Идём домой. Нужно убедиться, что с Джори и дедушкой всё хорошо. Да. Вы, должно быть, очень удивились, да? Я Остазиса. Вы ведь о нём ничего не знали, верно? Да. Я и сам был несколько удивлён. И представить не мог, что вы, глава семьи, никогда не пользовались камнем. Семья Юкава монополизировала Стазис ради собственной выгоды. Именно так мы о вас думали. О, нет. Ради собственной выгоды? Что? Не знаю, о какой выгоде вы говорите, но будь это правдой, мы бы точно жили гораздо лучше. Ты нарисовал граффити на нашем объекте поклонения, не так ли? Чего? Я камень, камень. На нём что-то написано, да? На экране плохо видно. Достижение. И это всё? Ещё маленькими буквами. Рё Гоку... Гокугикан. Это сделал твой отец, я прав? Ну, я... не уверен, простите. Слушай, приятель, у твоей неосведомлённости должен быть какой-то предел. Семья Юкава многие поколения имела возможность спасать людей, но вы продолжали отворачиваться от них. И ты сейчас хочешь сказать мне, что способен посвятить остаток своей жизни защите других людей? Что ж, даже если в нём что-то и шевельнулось, всё это маловероятно. На воплощение мечты нужны деньги, рабочая сила, информационная сеть. Обычной семье на это понадобится одно или два поколения. Да. Господин Юкава, давайте покончим с этим. Давайте вернём всё на круги своя. Сложная задача. Если вторая дочь и её дед реально решат где-то спрятаться, мы уже вряд ли их найдём. У тебя, кажется, на всё ответ найдётся. Что думаешь, Маджима? Не знаю. Если они решат наблюдать за нами, мы ещё сможем войти с ними в контакт. Если же они решат, что защита камня важнее, чем пленники, то просто заберут камень и сбегут. Если это случится, всё будет кончено. Идём. Надоело это дерьмо. Короче, я выхожу из игры. Чего? Мы ждём приказа от Сагава. Я хочу сходить к доктору, ясно? У меня нос болит, говорю. То есть ты покидаешь стазис? Не получится. А? Без мастер камня, что забрала вторая дочь, мы не можем войти или выйти из стазиса. Камень общества истинной любви всё равно, что товарный вагон без двигателя. А, понятно. При любом раскладе у нас уже не получится просто психануть и уйти. Мы тут же раскроем себя этой парочке. Они могут быть где угодно. Нет, ты прикалываешься. Не можем выйти. Что? Я впервые об этом слышу. Я полагала, что суть происходящего вы уловите и без моих объяснений. Что ты там полагала? Если старик и девчонка сбегут, наша песенка спета! Что же, скажем так. Оставшись в стазисе, мы ещё можем выжить. В городе и домах достаточно еды. Продукты здесь уже никогда не испортятся. Если подумать, время-то подходящее. Сейчас большинство семей садятся ужинать. Можно просидеть остаток жизни на... Вас что, это совсем не беспокоит, господин Ката? Я ведь уже говорил, что убью её. Но кто-то тут начал жаловаться на кровь и всякую херню. И вот вам результат. Хватит. Заткнись. Ты вообще просто стоял и наблюдал? И они чем занимались? О чём ты? Я душил её, как обычно. Говоришь, как обычно? Дурака валял, что ли? Нет. Тогда мы не пытались её убить. Мы понятия не имели, что вторая дочь может выбрасывать других из стазиса. А я бы её убил. Ну, значит, я ошибся. Прости. Дурака из меня делаешь? Я? Вовсе нет. Эй! Больно. Ты чего творишь? Да хватит уже. Лучше сядь и отдохни. Вот так надо! Если свернуть шею, можно убить сразу! Что за существо? Эй! Это опасно! Не подходи близко! Это что-то другое... Хоть и знал, но... Ком из песка? Эй! Это оно только что напало на нас! Он израсходовал энергию и умер. Больше не пошевелится. Это... человек? Его сожрала эта штука? Его не съели, а поглотили. Этот человек отдал Вестнику контроль над своим телом и стал жителем Стазиса. А ну погоди! Ты знал об этом? В обществе истинной любви мы называем их Вестниками. Это форма людей, превратившихся в жителей Стазиса. Что? Человек? Эта штука! Когда пришелец такой, как мы, пытается отнять жизнь застывшего человека, Вестник его атакует. Как инородный объект, нарушающий Стазис. Так Сагава, выходит, имел в виду это. Когда говорил нам, что застывших нельзя трогать. Такое ощущение, будто у Стазиса есть собственная воля. Выходит, мы бактерии, а эти штуки макрофаги? Да. Но тогда, получается, подобных существ здесь полным-полно. Не знаю. В доктрине Общества истинной любви было сказано, что Вестник всего один. Однако вероятность существования других Вестников Стазиса больше не равна нулю. Что же, выглядишь очень спокойной. И ты первая подошла к этому монстру. Так значит, Общество истинной любви делает из людей это? Я уже видела такое. А? Видела, как член моей семьи превратился в Вестника. Я уже видела такое. Видела, как член моей семьи превратился в Вестника. Семнадцать лет назад на префектурной дороге я попала вместе со своей семьей в Стазис. Мы оказались под воздействием заклинания семьи Юкава. Отец и дядя разделили собственность умершего родственника между собой на сорок девятый день. Хватит! Отдай! Йоске! Отдай! Почему у Шока есть особый камень, а у меня нет? Сейчас договоришься. Пойдёшь домой пешком. Перестань. Вот, держи. Что это за штуки? Духи! Стой, она входит в моё тело! Эгита! Микпёты Прошу прощения Эй, есть кто-нибудь? Прошу прощения, вы... Не бьётся Извините, есть кто дома? Мам, мам, смотри! Если это действительно были души умерших, значит мы там, где я думаю Прекрати говорить такие страшные вещи Кстати говоря, сейчас я не тормозил О чём это ты? Ты тормозил, да ещё так сильно! Нет, это другое Я не нажимал на тормоз А, но... Думаю, это нормально Больше не важно Если останемся здесь Ха-ха-ха, давайте здесь жить Постой! Эй, держи себя в руках! Не могу схватить... Что это? Свет? Нао! Какое прекрасное чувство Мама! Братик! Братик! Вы двигаетесь Всё хорошо Вы живы! Моя мама пыталась нас защитить Однако Она была морально слаба Мама! Шоку, помоги! Тяни её! Мама! Мама! Братик! Подожди! А-а-а-а! Братик! Мама! 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 Помоги! Не подходи! Почему ты двигаешься? Моя мама и папа... Нет! Если кто-то будет двигаться, Андре умрёт! Мой брат... Стой! Остановись! Я тоже буду жить здесь. Да уж. Если история, что ты рассказала сейчас, действительно правдива, прежде всего, я соболезную твои потери. Так, ты пожертвовала парнями, чтобы выяснить, владеет ли ещё девчонка силой изгонять фантомов? Я не понимаю. Так далеко зайти, чтобы узнать? Хотела поблагодарить её, что ли? Типа, спасибо, что выпустила меня из стазиса. Я хочу вернуть свою семью из стазиса. Следующим вестником может оказаться кто-то из моих родственников. Планируешь использовать девчонку? Хочу узнать, сможет ли она изгнать фантом, даже если тело приняло облик вестника. А, вот почему ты рассказала эту старую историю. Хочешь, чтобы мы помогли? Если буду одна, заставить её сделать то, что я скажу, сложно. Тут ты права. Итак, что мы получим за свою помощь? Думаю, информацию. Для самозащиты. Про то, как люди превращаются в вестников, не знает даже Сагава. Кату, ты сказал, что даже оставшись в стазисе, мы ещё можем выжить. Да. Не теряй этой решимости. Если от невозможности покинуть стазис, вы чувствуете отчаяние или не в силах вынести пребывание в этом мире, даже войдя в стазис по собственной воле, вы можете превратиться в вестников. Серьёзно? Как бы сказать. Твои слова прозвучали неубедительно, Маджима. Ты просишь нас о помощи, пытаясь сохранить превосходство. Такое бесит. Я и не думала об этом. Если помогу, ты дашь мне себя трахнуть? После того, как всё кончится? Да, тогда идёт. Сэка, что думаешь? А? Ну, я думаю, нас ведь Сагава нанял вроде бы. Поступай, как знаешь. Можешь сообщить господину Сагаве, если сочтёшь это необходимым. В любом случае, нужно подумать, как бы их найти. По-твоему, они собираются сбежать? Я не думаю, что они бросят родственников. Тогда нам нужно предугадать, в каком месте сейчас эта парочка решит появиться. Наверняка это рядом с родственниками. Гата! Сзади! Ах ты, сволочь! Чёрт! Выходи, мать твою! Подожди, вернись! Разделимся, нас атакуют поодиночке. Дура! Иди сюда! Внутри ещё опасней! Не время отсиживаться. Защитим это место, чтобы вернуть Цубаса и Макота. Джури! Они действительно появятся? Возможно. Мне вот не верится, что старик придёт и так просто сдастся. Уверен, будет непросто. Этот старик даже от собственной семьи скрывал заклинание Стазиса. Тому типу ещё 30 лет? Вот и отлично. Некоторым людям нравятся такие, как этот парень. Но точно не мне. Но точно не мне. Всё равно. Это всё отец виноват, что скрывал от нас такую удобную вещь, как заклинание Стазиса. Узнаем мы о нём. Я бы не был тунеядцем, Цубаса-Затворником, а Саная не стала бы матерью-одиночкой. Ну, зато Макота милый ребёнок. А в любом случае, во всём виноват отец. Я не могу полагаться на него. Камень должен принадлежать мне, главе семейства. Как бы поговорить? Я могу с ней поговорить? С этой девчонкой. Чего? О чём ты говоришь? Это не те люди, с которыми можно договориться. Но… Юкава Джури, ты слышишь? Выходи сюда одна! Не сделаешь этого, и я не гарантирую безопасность твоей семьи. Эй, зачем ты их провоцируешь? Не слушай её! Убери нож. Ей будет спокойнее. Да ты шутишь! Когда они в следующий раз прыгнут? Сдерживаться не буду! Разве ты не говорила, что хочешь заставить её слушаться? Нам сейчас нужно уйти. Фу, ушли. Скорее всего, пошли сообщить обо всём начальству. Мы в безопасности. Это… Смотритель? Как-то… Он выглядит меньше, чем раньше. Ты говорил, вестники – бывшие люди. Похоже, это правда. Да. Это один из наших… предков? Кто знает. Давай съедим, Пудин, когда придём домой. Хорошо, да. Но только один. Иначе Джули разозлится. Озвучено проектом Анилибрия.тв Спасибо, что выбираете нас. Говоришь, видел её, когда мы были в тот раз в Стазисе? Я в этом уверена. Тогда зачем ей делать это? Это… Я бы тоже хотела знать. Итак, вы говорите, что сбежали так быстро, как смогли, да? Вы хоть представляете сумму награды за их поимку? Да я просто не верю своим ушам. Вы видели следы вмешательства человека? Или человеческое тело внутри вестника? Нет. Не видели. Выглядел, как мумия. Понятно. Неожиданно быстро. Это плохо. Только Сагаве я сказала, что потеряла семью в Стазисе. Потому что не хотела, чтобы Сагава начал наводить справки о моих родственниках. Сака. С помощью господина Токафуми я устрою встречу с семьёй Юкава. Естественно, это будет ловушкой. Как только дед покажется, мы схватим его. Пожалуйста, отдохни и будь готов. Я понял. Вестник уже умер, да? Раз так, нужно поймать остальную семью и взять их в заложники. Можем одного из них убить. И показать им, что мы не шутим. Одной смерти хватит. Нет. Не стоит этого делать. Почему? Квестники. Их может оказаться больше, чем один. Ты что несёшь? Тебе лучше не выдумывать такого. Это любопытная догадка. Если следовать ей, то тогда твоя идея опровергает половину моей теории. Но объясняет тёмные тайны стазиса, которых нет в Писании Великого Круга. Нужно проверить. Вероятнее всего, он появится из-за спины. Сразу же дайте мне знать. Да. Причина действий Вестника и его появления – изменение в нашем мозге по отношению к застывшим. Если сможем контролировать намерение убить и не перейдём определённые границы, Вестник ничего не сделает. Медленно повышать намерение убить сложно. Нужно представить чётче, специфичнее. Знание о том, что Вестники защищают застывших, сбивает с толку. Сумея забыть о... Что? А это что такое? А? Что это за штука? Видать, желание убить у тебя было слишком слабым. Нет. Если всё взаимосвязано, мы бы уже много раз увидели Вестников такого размера. Да этот вообще огрызок. Или же он просто-напросто прокован? Правда ли, что они существуют только для защиты застывших? Хорошо. Дай-ка мне нож. Ну же, давай. Ты ведь пришёл защитить этого старика, да? Больно. Как? Режь сухожилия. Он тебя убьёт. Хэ-э-ээээ. Хэ-ээ! Хэ-эээ! Хэ-эээ. Итого троем. Что это сейчас? Кстати, у Маджима родители и брат потерялись в стазисе, как я слышал. Сейчас это были твои. Давай похитим заложника и сами его используем. Только как девчонка согласится сотрудничать? Всё нормально. Не заставляй себя. Тебя ведь Сагава нанял, не так ли? Я не об этом. Сказав, что хочу вернуть их из стазиса, я имела в виду лишь останки. Сагава ведь следит за тобой. Когда он узнает о твоём плане, вопрос времени. Сюда, скорей! Папа, быстрее! Стойте. Послушайте меня! Просто иди за нами, идиот! Папа, пойдём с нами. Они сказали, что можно договориться, если мы развеем перед ними заклинание и отдадим камень. Мы же от этого ничего не потеряем! Серьёзно? И ты в это поверил? Конечно, нет. Но ничего другого не остаётся. Если мы сейчас сбежим, они погонятся за нами и точно всех убьют. Потому что ты такой медлительный! Ужасный человек. Действительно ничего не понимаешь, да? Что? Что ты сказал? Хоть представление имеешь, как мы рискуем? Прекратите вы оба! Не говори мне о смелости. Столько бед свалилось, потому что у тебя её не было! С Цубасой и Макота! Это всё произошло по твоей вине, отец! Папа, сейчас не время. Почему не спрятал Джури в безопасном месте? Как смеешь ты подвергать такой опасности мою семью? Ещё не поздно. Оставьте меня и уходите. Скажи, где камень? Я за ним присмотрю. Да, об этом расскажу позже. Чёрт, я обмочился. Они сбежали! Туда! Быстрее! Следить так, чтобы они не заметили. Этого хочешь? Уверен. С Саку, у тебя потом не будет проблем? Я сохраняю свой рассудок, когда нахожусь рядом с тобой, а не с этими ненормальными. Хорошо. Идём. Я проголодался! Погоди, Матан. Присядь. Ноги устали. Спасибо, дядя Цубаса! Блин. Ты такой грязный. Перед едой стоит переодеться. Дедуль! Ты дома? Дедушка! И что это? Наверное, я всё же сплю. Пудинг! Пудинг! О, у нас есть желе! Повезло! Взять можно только пудинг. Если перебьёшь аппетит, то мама разозлится. Ладно. Матан, переоденемся. Матан, переоденемся. Через окно! Беги быстрее! Матан, переоденемся. Через окно! Беги скорее! Матан, переоденемся. Матан, переоденемся. Миг шестой Макота 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 Матан Матан Теперь уже все хорошо Возвращайся Матан Макота Ну, и что делать дальше? Только не говори, что у тебя нет плана Может, ты был заложником Но я хотя бы шпионил за ними Ну же! Папа Они заставляли тебя переубедить нас? Думаешь, тебя пощадили бы? Ты размяк Эй, ты! Я так говорю, потому что вижу их! Папа, ты представляешь, что было бы, если бы мы с дедушкой просто взяли Бросили тебя и исчезли? Не сомневайся, они бы избили тебя до потери сознания А ведь мог сейчас висеть на волоске от смерти Тебя использовали, чтобы выманить нас Чего удивляться? Боже Субаса! В самом деле он двигается Субаса Макота Что? Макота? Тут ребенок Часто нарушающие правила этого мира перестают быть людьми, становясь смотрителями Дедушка! Что нам делать? Субаса! Джури! Останови Субасу! Вытащи из него медузу! Но если я его остановлю, он... Макота Макота Давай! Если так не остановить превращение, значит, та девочка не смогла выжить А... он не... Подожди! Субаса! Субаса! Что это такое? Дерево? Оно... Оно отпало? Ну что? Песок? А ну не трожь его! Это еще что? Дедушка! Смотри! Это же... Его тело не изменилось О! Да что происходит? Я чувствую фантома в своем теле так же, как кровь, текущую в венах Значит, он сбежал? Простите... Слова Токофуми звучали неубедительно Мы спохватились, но было уже поздно Они мгновенно телепортируются С этим ничего не поделаешь Отправляемся в дом Юкава Он что, похудел? Нигде нет Но он был тут раньше Он точно не мог уйти далеко Это... Рубашка Макота Ребенок у нас Если хотите его вернуть, делайте, что я скажу Понятно? Видели беспорядок в пристройке? То существо, что вы зовете смотрителем, куда более ужасен Что? Я призову смотрителя А ты изгонишь призрака из его тела В телах смотрителя есть белые медузы Точно такие же, как и у нас Если ты их изгонишь, смотритель остановится Как и застывшие Этот смотритель... Кто-то из твоей семьи? Эй, эй, что происходит? Это всё из-за её семьи! Заткнись Токофуми! Молчу, молчу! Я права Поняла Не уверена, смогу ли помочь, но... Я попытаюсь Но... Это точно единственный способ? Почему ты просто не сказала нам? Я не обязана отвечать на твой вопрос Эй, кончай уже! Ты одна из них, что ли? Тоже охотишься за камнем? Наверняка планируешь использовать стазис Только ради того, чтобы набить себе карманы! Что ж, я ждала чего-то такого Это единственное, о чём вы думаете Вы столько поколений использовали стазис И до чего вы докатились? Не могу поверить Той ночью камень был у нас по чистой случайности Мы ничего не знали о стазисе Тем не менее, мы попали под ваши заклинания Я пошла к тебе К твоему дому И... Я решила обратиться к обществу истинной любви Почему? Зачем я тебе это рассказываю? Ты даже не знала, что можно призвать людей Потерявшихся в стазисе 17 лет назад Я ошибаюсь? Я помогу тебе Но я никогда не прощу тебя Мне всё равно Это взаимно Лжец! Ты ведь сказал, что поможешь дяде Цубаси! Лжец! 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 Хватит тебя Съешь это Не хочу! Я иду домой! Постой, постой! За ними кое-кто пошёл Лучше бы тебе поторопиться Ненавижу возиться с детьми Видишь? Вот они! О! Джори пришла! Макота! Успокоилась? Не забудь о своём обещании Здесь! Отойди! Вы идите на крышу Поддержите внучку телепортации Нет Я останусь с тобой Делайте, как я велю Я никогда не умел прыгать, куда захочу Телепортацию лучше использовать Чтобы избежать от смотрителя Джори тоже так считает Хорошо Эй! Приготовься к его появлению! Если облажаешься, знаешь, что будет Пойдём туда! Макота! Это опасно! Отойди! Это не опасно! Я к тебе! А ну слушай меня! Страшная Глупая! Тётка Джори! А ты Защищай его! Если на нём будет хоть царапина Шкуру с тебя спущу Ты готова? Да Тогда Начнём Озвучено проектом Анилибрия.тв Спасибо, что выбираете нас Он тёплый Конечно Потому что он живой Кое-что Я должна сделать не так, как Сагава Я не должна колебаться Со слабым намерением убить Я не смогу призвать всех троёх Моё намерение убить должно быть Явным Нет Их ещё нет При их появлении мы телепортируемся Всё будет хорошо Доверь себе Этого было недостаточно Нужно уверенней Не появились Ещё нет Нет Пока нет Ну и но Что ты делаешь Представь людей, которых ненавидишь Они прямо перед тобой Или же у тебя кишка тонка Всё ещё нет Да вы шутите Я столько прошла Но не могу их призвать Не может быть Я освобожу их Заберусь с собой Отдохни немного Думаю, стоит повторить позже Отдохнуть Я хотел бы побыстрее вернуть внука Старея Давай вместо неё Тогда эта канитель по-быстрому закончится Да избежать самому Гораздо проще Эй Я же сказала Сама их призову И когда же это случится? Пока Сагава не пронюхает Сам попробуй Так точно гораздо быстрее будет Дура Я не могу Тогда закрой свой рот Конечно, это займёт время То есть Нормально, что она не хочет убивать незнакомца Который не сделал ей ничего плохого Что ты делаешь? Ну что, ну Их убить зовут смотрителями Хотел понять, как сильно нужно хотеть убить Понимаешь? Теперь мы начнём использовать стазис Вот я и решил узнать Если кто-то может призвать смотрителя одной только силой мысли Значит, у него не все дома Предупреди меня, если... Отпусти меня Тупица Не убегай Огромный Трыгай Нашла Идиотка! Ты что творишь? Беги скорее! Придурок! Я же умру! Я сейчас умру! Он всё ещё... Хочу покататься Он ещё жив! Потом точно И огромного тоже изгони! Далеко Но... Остановился Точно? Он ещё двигается! Эй! Можима! Можима! Сломался Его призвал этот старик За секунду Вот же Не знал я, что ты такой псих Я думаю Ну... Ну... О... ... Я хотела его спасти. Я его видела. Даже если на миг он узнал меня. Он увидел меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, старик! Эй, слышишь? Ещё один до сих пор не появился. Сделай это ещё раз, как секунду назад. Я спускаюсь. Подожди ещё. Нет. Чего башкой мотаешь? Тебе что, внук не нужен? Их трое. Так ведь? Всё? Я спускаюсь. Заткнись! Дети сидят здесь. Ну, посмотри! Он же тоже ребёнок! Эй, а где моя сестра? Она здесь, Йоски. Что это? Похоже на обезьянку. Ты, к твоему сведению, тоже таким был. У неё уже есть имя? Тогда Могу Я дать ей имя. Где мы? Кто ты? Мне плохо. Тётка, он живой. Миг седьмой Джори! Что случилось? Что с твоим лицом? Мне больно! Больно же! Тёплый Да что с тобой? Отпусти меня! Отпусти! Так, значит, когда мы покинем Стазис, этот парнишка будет жив, да? Это хорошо. Джори, ты не должна себя за это пенить. Если кто и виноват, то только я. Нет. Я родилась в этой семье. И я должна понести ответственность. И всегда должна была. Ведь я тоже член семьи. Людям нельзя вмешиваться в поток времени и делать всё, что вздумается. Нельзя. Когда развеешь заклинания и вернёшься в другой мир, сразу уходи. И закопа... То есть... Похорони их. Ну, сначала отвези своего брата в больницу. Спасибо. И... Что ты будешь делать дальше? Знаешь... Ты ведь ничем не обязана обществу истинной любви. И с семьёй Юкава, можно сказать, тоже всё улажено. Теперь ведь твой черёд, верно? Поняла. Значит, вы разобрались со всеми, кто был в третьей группе? Неплохо. И вы так легко убили Вестника, так что в бою на вас можно положиться. Если я так и останусь, пешка общества, то проживу не дольше. Я присоединюсь к вам. И сначала... Погоди. Не так быстро. А? Твоё общество ведь религиозная организация, и ты её член? Так какой там член? Меня просто наняли. Что? Просто? Если что, ты нас чуть не убил. Думаешь, мы тебе поверим? Пожалуй, нет. Что же, тогда вы сможете справиться и без меня? Я едва сдерживаюсь, чтобы не придушить тебя и не послать куда подальше. Но это не изменит того факта, что мне нужны союзники. На данный момент осталось семь членов Общества Истинной Любви. Нам нужно найти Мастер Камень. Начнём с участка вокруг дома семьи Юкава. Четверо из них – последователи общества. Есть ещё Тобина, один из наёмников. И Шиоми – эксперт по скрытым камерам и прослужке. Он тоже наёмник, но его позиция отличается от нашей. И последний – это сам патриарх Общества Истинной Любви – Загава. Очень опасный тип. Он сильно заинтересован в стазисе, правда не знаю почему. Он даже не побоялся сам провести эксперимент по призыву Вестника. Вы сами это видели. Как он и сказал, Сагава чрезвычайно заинтересован в стазисе. Я была его приближённой, но даже так я всё равно не поняла, что он видит. Сагава? Кто он вообще? Старший сын. Он же был застывшим. Должно быть. Когда умир Анон, призрак перешёл к нему. Возможно, его привлекла кровь семьи Юкава, поэтому так и получилось. То есть кровь истинного последователя? Если точнее, гены той семьи, что очень долго связаны с призраками. Можно назвать это притяжением. Притяжение? И оно передаётся из поколения в поколение? Здесь дело не только в крови Юкава. Конечно, она притягивает призраков, потому что уже несколько столетий её носители бывают в стазисе, но... Членов семьи Маджима и старшего сына, что обратились в вестников, объединяет лишь одно. В стазис они попали, совершенно ничего о нём не зная. Это нарушило баланс ментальной химии, что и позволило призракам поглотить их. Ключом является психическое состояние человека, в котором обитает призрак. Идём. Посмотрим в пристройке. Члены нашего общества считают, что с заклинанием стазиса мир станет лучше. А что думаешь ты? Это нереально. Камень всегда будет принадлежать лишь сильнейшему. Эти люди слишком невинны, чтобы понять это. Согласен. Я не хочу именно такое будущее. Тогда? Какова ваша цель? Хочу наблюдать за миром как можно дольше. В идеале я хочу проживать витки времени в тысячи раз дольше, чем обычные люди. Если ты поможешь мне, я сделаю тебя главой общества. Будешь делать с ним всё, что пожелаешь. Почему вы говорите мне это? Что ты сделаешь, если я доверю тебе обществу? Честно сказать, я не очень хорошо разбираюсь в религии. Но лично я на месте руководителя запечатал бы стазис. Именно такой человек мне и нужен. В любом случае, теперь я знаю слишком много. Я выслушаю вас. Ну что? Мияо, что по поводу поисков? Это не настолько важно, чтобы спрашивать у Патриарха. Пока есть шанс возвращения семьи Юкава, мы будем ждать их здесь. Что-то... что-то случилось? Он предал нас. Чего? Патриарх скоро опустится до уровня семьи Юкава, для которых стазис просто игрушка. Деда, я пить хочу. Ладно, ладно. Только не содовую, хорошо? А то живот заболит. Да, точно же. Естественно, что они застрянут. Чёрт! Не могу вытащить! Деда, я пить хочу! Да знаю я! Потерпи немного. Я пытаюсь вернуть свои деньги. Теперь ты больше похожа на девушку, тётя Джури. Госпожа Джури. Какие планы? Надумала чего? А ну, верни мои деньги! Еда, а ты смешной! Для начала я своей силой выгоню всех членов общества из стазиса. А затем мы развеем заклинание. Когда мы вернёмся в реальный мир, мы разобьём мастер-камень, запечатав заклинание стазиса. Спасибо, что выбираете нас. Пап, посмотри за Макота, хорошо? Он ещё ребёнок. Мы не можем подвергать его опасности. Так ведь? Да, но… Будь осторожнее. Знаю. Ну что ж… Давайте… Разгромим штаб-квартиру! Общество истинной любви! Слушай, Сагава создал общество лишь для того, чтобы заполучить наш камень? Нет. Всё не так просто. Общество уже существовало 200 лет назад. Но в период Мэйти поклонение стазису было признано устаревшим. В течение долгого времени камень слуга был всего лишь обычной декорацией, пока его не обнаружил Сагава. Сагава и Юкава. Неужели они уже давно связаны? Прежде чем пойти в штаб-квартиру, я хотел бы сначала вернуться домой. Во дворе остался один из членов нашей семьи. Хотелось бы спрятать его. Так будет лучше. Если после моей семьи никто не становился вестником, значит, теперь застывший абсолютно беззащитный. Ты один? Да. Один. Где остальные? Они ищут мастер-камень. Где господин Сагава? Он в доме Юкава. Было что-нибудь необычное? Что-нибудь необычное? Нет. Ничего забудь. Он предал нас. Нет. Ничего. Ясно. Что это? Да так. Раз уж ты больше ничего не знаешь… Да нет же, нет. За спиной. Осторожней! Эй! Давай быстрее! Что? Рука немела. Будь он чуточку быстрее, и ты бы уже тут не стояла. Почему вы распластались перед ним? Точно управлять телепортом мы не можем. Эй. Дай его мне. Вдруг что-то случится. Не поможет. Время остановилось, так что держатель не работает. На него рассчитывать всё равно, что могилу себя рыть. В твоих руках гораздо большая сила. Думаю, что в заклинании Стазиса есть свои плюсы. Даже несмотря на возможные риски. Ставлю на то, что они планируют избавиться от камня без моего ведома. Любое сокровище сопровождается риском, и поэтому можно обойтись без него? Идиоты! Все эти проблемы из-за ошибки отца. У меня есть честь, решительность и ум, необходимый для восстановления семьи Юкава. Ведь это не оружие убивает людей, а сами люди! Верно! Справедливость – это сила! Туалет хочу. Меня вполне устраивает то, что я и так получаю от жизни. А с помощью Стазиса вы можете сделать мир лучше. Мы помогаем вам, а взамен просим немного денег. Но вы хотите запечатать Стазис? Поверить не могу. Слышь, а теперь мы можем игнорировать инструкции Сагавы? Сперва нужно перебить семью Юкавы и покинуть Стазис. Так что пока притворимся, что следуем его приказам. Так, пойду отолью. Здесь кто-то был? Я тут кое о чём подумал. Не обязательно, что они оставили его здесь. Кого? Ну, Мастер Камень. Ну, если ты прав, то вариантов не так много. На ум приходит… Что-то вроде этого. Держи. Эй, скажи что-нибудь. Никогда не прощу я с этой надпись. Я впервые держу его. Священное Писание Общества Истинной Любви, Писание Великого Круга были написаны одним человеком. Мы отправляли его нескольким графологам для анализа почерка. Все утверждали, что Создатель – один человек. Что, сразу нескольким? Не доверяйте вы профессионалам. Многие религиозные писания содержат идеологию и системы ценностей, основанные на мифологии и истории. Но Писание Великого Круга отличается от остальных. Может показаться, что оно тоже содержит идеологию, но на самом деле это опыты и исследования прародителя и описание реальности, которую он видел внутри стазиса. Опытов? Однажды мы провели радиометрический анализ Писания. Результаты показали, что первая страница была написана в конце 13 века, последняя же – незадолго до конца 18 века. Прародитель прожил 500 лет и создал Писание. Я хочу наблюдать за миром как можно дольше, вы… Верно. Вестники, еще не конец. Это лишь начало. Скорее всего, прародитель пошел еще дальше. Я тоже хочу туда попасть. Я нашел Мастер Камень! Ну… Отличная работа. Тобина, вы молодец. Что вы, что вы! Не стоит! Эй! Ну чего ты встал? Отдай его скорее! Мастер Камень не должен принадлежать лишь одному человеку, верно? А? Во главе общества истинной любви встанет Шиоми? Эй! Позже это обсудим! Если вы не желаете сделать мир лучше, зачем тогда существует общество истинной любви? Ты подслушал наш разговор? Лучший идиот! Ему нельзя доверять, он почти такой же, как Сагава. Зачем сейчас? Забери слово обратно! Сейчас лучшим решением будет подыграть Патриарху. В будущем я попытаюсь продлить свою жизнь с помощью призраков. Если мне это удастся, я, скорее всего, на некоторое время стану мумией. Я попросил господина Шиоми присмотреть за моим телом и принять руководство обществом, пока меня не будет. Я запрещаю любые действия, что могут привлечь внимание. Другими словами, я запрещаю использование заклинания Стазиса. Стазис стал частью этого мира, словно обратная сторона монеты. Каждый миг он оберегает мир от искажения. Это сила, что поддерживает весь мир. Единение чьего-то тела с призраком, что представляет собой волю и мощь Стазиса в кристаллизированной форме, означает поручение задачи по исправлению искажений в истории человечества. Патриарх, это ведь ваши слова. Я уважаю твою непорочность. Однако те слова были нужны лишь для поддержания образа. Я воплощу доктрину в реальность. Спасибо за все, что вы сделали для нас, Патриарх. Черт! Мне что, его убить? Быть может, это хорошая возможность. Это моя последняя проповедь. Каково это, быть полностью подконтрольным призраком? Надеюсь, я смогу вам это показать. Последняя моя проповедь. Что же на самом деле есть полный контроль над смотрителем? Немного раньше, чем я планировал. Но надеюсь, вы хорошо рассмотрите. Если хоть на секунду нарушу баланс, меня полностью поглотят. И больше я не смогу вернуться. Обрести полный контроль над смотрителем. Значит, отбросить самого себя, став вестником. Миг восьмой. Обрести полный контроль над смотрителем. Значит, отбросить самого себя, став вестником. Эй! Вестники защищают застывших, но себя защитить не могут. То есть, сейчас это мой собственный секс. Это была моя собственная воля. Пожалуйста, прекратите, господин Мияо! То есть, Патриарх! Давайте лучше решим, что нам делать дальше. Сейчас нам не следует что-либо... Слушай, что является главной чертой вестника, Ямай? Патриарх! Вот так. Они устраняют людей, пытающихся убить застывшего, верно? Эта сила исходит от мышечных волокон, которые создали, используя мою руку. То есть, это сила вестника. Если бы я попытался убить тебя прямо здесь, прямо сейчас, тебя бы убил я, а не вестник. Я, человек, который смог не потерять свою волю. Вот. Смотри. Шиоми, я его только что убил? Да. Убили. Ясно. Ясно. Я ведь просто взял и сделал это. Моя воля все так же при мне. Сбегайте, если хотите. Это будет хорошей возможностью измерить максимальную скорость, с которой я могу двигаться. Скажите, Тобина, как по вашему мнению? Вестники быстрее? Значит, не знаете? Вы же пришли в нашу организацию недавно. А ты, Танаба? Чёрт! Я даже могу регулировать эту силу. Измерим скорость и точность. Загалай! Совсем не дурно. Попытаешься сбежать – сразу убью. Мой эксперимент ещё не закончен. Я собираюсь с вами сотрудничать. Эй! Вы слышали это? Кто-то кричал. Но я не знаю, откуда. Ну, а мне-то почём знать? Может, поссорились? Чёрт! Возможно, они могли наткнуться на что-то неожиданное. Будет опасно идти напрямик. Давайте обойдём. Я хотел проверить две вещи. Первая – есть ли сейчас другие Вестники в Стазисе? И вторая – смогу ли я, так же как Вестник, отреагировать на желание убить застывшего? Если вы не хотите сотрудничать… Я всё понял! Если сможете убить этого человека, это будет означать, что сейчас в Стазисе нет Вестников. А ещё, что я свободен и не завишу от связывающих Вестника пут. Вы меня понимаете? Что же, давайте приступим. Прошу. Прошу. Может быть, ограничить время для этой задачи? Я начну считать с трёх. Три… Два… Один… Нет! Завидую тебе. Использующее Стазис с рождения. После превращения Вестника, я не переставал чувствовать себя. Чужеродный объект, что выделяется в этом мире. Символ жизни. Ух! Ух! Помещаемся за спину и просто изгоняем его. Понял. Как… Что? Какого чёрта? Целься точнее! Постараюсь! А сила того старикашки доставляет мне проблем. Почему мы не думали? Большего я не могу. Я не хотел сражаться, потому что нас обнаружили. Не волнуйся. Цубаса не умрёт. Смотри. Будь их воля, твой брат был бы уже мёртв. Заставляет другого сделать это. По крайней мере, он точно не причинит вреда самому Цубасе. Слышишь? Мы должны вернуть его. Чтобы и дальше использовать способности, я должен заполучить Мастер Камень. Я должен заставить отца научить меня использовать его. Только вот как мне заставить отца и Джури обучить меня? А где Джури? А, тётя Джури! Ну, она… Она решила прогуляться. А когда мы пойдём домой? Хочу домой! Давай! Идём домой! Да погоди, да погоди! Смотри! Здесь есть магазин игрушек. Выбираешь, получаешь. Стой. Отойди. Твой брат всё ещё жив. Значит, Сагава ждёт тебя. И что? Я иду. Я могу помочь тебе спасти твоего брата. Как? Человека рядом с Сагавой. Зовут Шиоми, и он может нам помочь. Если у нас получится спасти твоего брата, станет намного легче. Да ты… Могёшь это сделать? Думаю, это важно, что… Томи пошёл сюда только ради денег. Томи пошёл. Томи пошёл. Другими словами, пытается выжить. Они следуют за ним. Я думал, вы с головой съедите. Уверен, что с зубами я бы справился. Но это барварство. Я до сих пор чувствую вкус. Тогда соевый соус? Нет, не надо. Я просто восполняю энергию. Я не наслаждаюсь вкусом. Зачем вы привели старшего сына? Он заложник? Именно так. Немного поразмыслив, я понял, что он нужен вам для проверки Вестника. А вы будете помогать мне в этом? То, что сделала та девка, у неё получилось, потому что не было Вестников. Или же из-за желания спасти свою семью. В любом случае, ситуация вышла на следующий этап. Это инструменты, которые помогут не беспокоиться о нашем будущем. У нас есть два преимущества. А именно, её брат и мастер-камень. Беспокойство о будущем? Никогда бы не подумал, что вы переживаете о таком. Я очень осторожный человек. А? Ваше тело стало больше? Вот оно что. С трапезой пора закончить. Как так? Я восстановил баланс сил с осмотрителем. Превращение в Вестника, словно отторжение мыслей, или отказ от сил. Реверс. Чувство укрепления и утверждения себя. Проще говоря, Смотритель входит в центр твоего тела. То есть, вы стали больше, потому что Смотритель поглотил съеденный вами протеин? Довольно быстро. Поразительно, как быстро он учился полностью контролировать Смотрителя. Стазис стал Сакаве эволюционировать, и же он изменил стазис. Что такое? Кто-то идёт. Кто-то идёт внизу. Озвучено проектом Анилибрия.тв Спасибо, что выбираете нас. Ты одна? Да. А где Сагава? Наверху. Отдыхает. Видела, что случилось у Юкавы. Давай поговорим. Теперь ты с ними сотрудничаешь? Что? Сагава любезно рассказал мне это. Рассказал, что ты хочешь использовать силу той девушки, чтобы вернуть превратившуюся в вестника в семью. Это правда? Да. А ты честная. И как оно? Твоя семья, где они жили раньше... Ясно. В таком случае ты должна выжить. Стой! Если хочешь жить, присоединяйся к нам. Пустые речи тебе не помогут. С учётом своей выгоды и безопасности, я решил не предавать Сагаву своего клиента. Оставайся, если с нами. Я сейчас приведу Сагаву. Что-то она задерживается. Может, предала нас? Нет, не думаю. Что? А деньги? Да ладно тебе, никто же сейчас не заметит. Но... Но этот парень не может сейчас пробить штрих-код. Поэтому незачем оставлять деньги. Тогда не нужно. Да понял, я понял. Моя ошибка. Вот, держи. Спасибо! Эй! Да погоди же ты, Макото! Оставай! Чтобы убедить Жури и отца, это, скорее всего, влияние. Конечно. Я отправил свою внебрачную дочь в пекло, пока сам в безопасности. И никто даже слушать не будет. Так, я сделаю это! С моим остроумимым мужеством! Дедуль, что с тобой? Надо в туалет? Погоди, Макото! Тебя ждёт светлое будущее! Ушла. Таков ли ответ? Нет. Я всё ещё чувствую её. Сюда. Никакого движения! Нормально ли было отпускать её одну? Эй, ты слышишь? В ней там всё нормально? Замолчи! Это была её идея. Да скольки нам ещё ждать, дед? Я всё ж пойду за ней. И приведу Маджиму назад. Ну что за дурень? А что, если она почти переманила его на нашу сторону? Ты всё испортишь. Слушай, вот поговорка. Если сил в десять раз больше, чем у врага, окружи его. Она о войне. Что значит, если хочешь атаковать вражеский замок, тебе нужно десятикратное превосходство в силе. О! Поговорка говоришь? Это недавно было на ТВ. Искусство войны Суньцзы. Ха! Я допёр, что вы тупые! Что сказал? Рот закрой! О! Ёжь! О! 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 Они наверху! Нет! Телепортация! Нужно телепортироваться! Определитесь уже! Понятно, ты такая же, как и я. Кажется, будто ты летаешь, но на самом деле ты очень и очень медленно падаешь. Вот оно что. Для обычного человека мы оба движемся с удивительной скоростью. К сопротивлению воздуха и трения смотрители дешифруют нашу волю, а после подавляют эти физические феномены. Благодаря им мы можем нормально перемещаться в пространстве. Но если переместить вес на что-то плавающее в воздухе, оно упадет. Как я и думал. То есть, сам факт, что ты можешь стоять здесь, говорит лишь о бессознательном контроле, подавляющем здравый смысл. А теперь, почему бы нам не посмотреть на что-то еще способно? Ай, больно! Дедуля, попытайся за спину. Я понял. Эй, он идет! Берегитесь! Урод! Стой! Это совсем нехорошо! Ну как? Достаточно. Правда? Значит, нам больше нет смысла участвовать в этом. Эй, слухай! А когда ты этому научилась? Стой, не подходи! Я спускаюсь! Братик здесь! Разумно ли доставлять ее брата? Я не против. Он уже сыграл роль приманки. Возможно, они попытаются где-нибудь его спрятать. Ну а мы воспользуемся полученным временем. Так он был запасным заложником? Абсолютно верно. Прости. Ничего. Потому что Сагава отступил от байкера. Ведь это было для него хорошей возможностью. Он с легкостью мог убить Сако и меня. Курозе-то. Не понимаю. Да ладно. В смысле, моя кровь? Нафиг вообще принимать что-то подобное? Но... Пропал! Камня нет! Сагава схапал его. А вы подумайте хорошенько. Разве потеря камня нам не на руку? Если они, используя его, покинут стазис, нам же лучше. Попытаемся найти камень позже. Даже если уйдут, наша цель победить их останется неизменной. Нет, я не об этом. Что, если они планируют использовать кровь дедушки? Нет, это не имеет значения. Даже своей кровью камень будет поглощать медуз, только если положить на него руки. А вы уже пробовали так делать? А? Вы знаете причину, по которой он не может работать? Если расскажете, я успокоюсь. Я понятия не имею. Если всё так, как я... Нет. Если всё пойдёт по плану Сагавы... Того, чья кровь... Изгонят из стазиса. Он поглотил. Дедуля! Какое-то чувство! Не могу поверить. Неужели я сдохну? Ничего не может быть. Должно быть, это телорук тех ублюдков. Зачем я пришёл сюда? Эй! Кто-нибудь, помогите! Я и вправду умру. Чёрт! Я не хочу умирать! Я хочу домой! Я реально не хочу умирать! Девятый миг Если я не ошибаюсь... Нет. Если всё пойдёт по плану Сагавы... Человек, которому принадлежит кровь, будет изгнан из стазиса. Что? Ты права. С точки зрения Сагавы, старик самый проблемный. Без мгновенной телепортации, Джури, что атомная боеголовка без блока управления. Если он убьёт прежде, чем она к нему подберётся... Эй, ты! Если мы потеряем тебя, нашему плану Крышка... Её убьют. Так же, как и всю её семью. Сагава не пожалеет их просто потому, что они дети. Не может быть. Нет, она серьёзна. Раньше мы выполняли его приказы. Он сказал нам сделать так, будто вся семья Юкавы исчезла. В любом случае, я хочу ещё кое-что проверить. Способны ли вы убить кого-то, чтобы защитить свою семью? Он поглотил. Отойди. Мы сами в это ввязались. Эй, ну и где будем искать? Начнём с того направления. Куда ушли Сагавы и остальные? Что нам ещё делать? Думаю, ты делаешь из муки слона. Что-то не так? Ничего. Но, знаешь, нам нужно вернуть камень как можно быстрее. Если с ним что-то случится, никто из нас не покинет Стазис. Технически это касается не всех. Если вы просто хотите уйти, есть другой выход. Дедушка! Это чувство! Медуза! Не может быть. Эй, эй! Гида! Дедушка! Это… Это можно как-то остановить? Эй! Это… Слишком поздно. Если пойдём за призраком, найдём камень. Но Исагава будет там же. Даже если мы его найдём, времени недостаточно. Дедушка! Телепортируйся к камню! Что? Это невозможно! Мы даже не знаем, где он! Если думать об успехе, тогда всё получится! Представь камень! Его вес, форму и цвет! Верно. Сам камень можно считать точкой назначения. Пожалуйста, ты сможешь! Всё, что нужно сделать, это попытаться телепортироваться туда! Телепорт! Ты справишься! Я не слышал их приземления. Интересно, как они далеко? Что это за звук? Бесполезно. Кровь впиталась полностью. Если я потеряю дедушку... Всё будет хорошо, верно? В любом случае, я могу отправить их обратно. Джури! Стой! Остановись! Девушки отдыхают. Все вернулось. Дедушка, как ты? В порядке? Они здесь. Бежим, дедушка! Телепорт! Мы еще внутри. Повторяю. Подожди. Я перехожу на вашу сторону. Возьмите меня с собой. Что? Это не так плохо. Ух ты! Старик, ты в порядке? Xiaomi! Они остановили заклинание? Это значит… Смотри, что ты натворил! Что случилось? Ты разбила его? Да. Не уверена, остановила ли это его, но я еще… Ты разбила камень? Серьезно? Теперь развеять заклинание невозможно! Что делать теперь будем? Или застряли здесь до самой смерти? Мы можем покинуть стазис. Если используем ее силу для того, чтобы изгнать призраков из наших тел. Но… Она не сможет. Ты… Серьезно? Нет. Мы не узнаем, пока не попробуем. Видишь, я не могу сделать то, чего не могу. Что за… О чем ты вообще думала? Прекрати дурачиться! Все будет хорошо. Я выведу вас. Вам лучше быть со мной по-добрее. Отныне зовите меня принцессой. Прости, что все пришло к этому. Что-то не так? Тебе опять нужно в туалет? Нет, ничего. Озвучено проектом Анилибрия.тв Спасибо, что выбираете нас. Кажется, у тебя нет никакого оружия. Но все же ты быстро сменил точку зрения. Безопасно вернуться домой – это задача высочайшей важности, верно? Это касается и меня. Причина, по которой я следовал за Сагавой, – это моя безопасность. Но работа с его последователями с целью сделать мир лучше ведет лишь к ранней смерти. Мастер Камень разрушен. Больше нет смысла выживать вместе с Сагавой. Так что я сменил сторону. Вот почему я решил сделать это. Сагава знал это, и поэтому сразу же меня атаковал. Ясно. Насчет Сагавы. Ведь он может чувствовать других людей. На каком расстоянии? Прежде чем я отвечу. Скажите, вы вытащите меня из статиса или нет? Что же, это зависит от решения принцессы. Лучшее, что ты можешь сделать – быть полезным. Понял. Для начала. Хоть он и может чувствовать людей, он не знает, кто это. Примерно сто метров. На таком расстоянии, он может узнать количество человек. И независимо от расстояния, он может чувствовать присутствие и направление движения. Говорят, вестники появляются, когда кто-то собирается кого-то убить. Это значит, что они знают местонахождение нарушителей. Здесь то же самое. А он довольно-таки силён, не так ли? Чёрт. Тогда в чём его слабость? Есть хотя бы одна? Что-то, что не нравится Сагаве? Если так подумать, его слабость вынуждена осторожности при восполнении энергии. Существует риск того, что призраки выйдут из-под контроля и поглотят его тело. Это то, чего я не понимаю. Почему он стал вестником, несмотря на такой большой риск? Для Сагава превращение в вестника – это лишь часть процесса. Он пытается стать свидетелем истории и судьбы Вселенной. А? Судьбы Вселенной? Верно. От прошлого до будущего. Поток времени несёт людей с одинаковой скоростью. Впуская в тело призраков, мы можем существовать в мире, где поток времени остановился. в стазисе. Тем не менее, это лишь отправная точка. Призраки могут двигаться вперёд и назад. Назад? То есть? Верно. Они могут остановить время для одного человека вне потока времени. Другими словами, они могут обратить человека в застывшего в нормальном мире. Что ты имеешь в виду? Сагава хочет стать единственным застывшим в нормальном мире? Разве ты не похожи на суицид? Нет. Для него это будет лишь секунды. С точки зрения застывших, этот мир похож на миг, который невозможно уловить. Сагава нужны призраки, чтобы освободиться от ограниченной скорости потока времени, что сковывает всех живых существ. Он хочет двигаться в будущее. Если он достигнет будущего и вернётся в нормальное состояние, Сагава сможет жить в будущем, к которому так стремится. И это всё? Что значит, и это всё? Ну, знаешь, им больше никаких планов? Вроде завоевания мира. Прости. Это довольно близко к желанию последователей. Нам не дано увидеть мир глазами правнуков, или каким его увидят наши наследники в будущем. Ты не задумывалась об этом? Мы не сможем увидеть, как изменится мир даже через сто лет. Например, каким будет стиль жизни людей в то время? Какой социальный строй? А инфраструктура? Энергетика? Как долго будут продолжаться кризисы и войны? Как далеко зайдёт наука? Каков будет конец мира людей? И настанет ли конец этой вселенной? Если да, то когда придёт черёд следующий? Цель Сагава – увидеть всю правду до самого конца. Захватить мир на пару десятилетий – это ничто по сравнению с его планами. Ты действительно перешёл на нашу сторону, верно? Он сильно на тебя повлиял. Я всего лишь обычный человек. Не хочу жертвовать своей повседневной жизнью, чтобы остаться с ним. Он просто хочет увидеть будущее? Тогда это значит, что если мы простим его за всё, что сегодня произошло, у него не будет причины нас убивать? Это так? Эй, ты это только сейчас поняла! Тогда пусть валит в своё будущее! Нам нет до этого дела! Если бы я была уверена в победе, это не было бы проблемой. Но я не хочу рисковать жизнями родственников в этой битве. Если есть какой-то способ её избежать… Его нет. Если Камар скажет, что больше не будет тебя кусать, лучше будет убить его, чем поверить на слово, верно? Вот что я имею в виду, когда говорю, что мы не открыты для переговоров. Мы по-разному воспринимаем миры. И Сагава хочет сражаться. Потому что бои и убийства – это отличный способ, чтобы научиться контролировать призраков. Тогда у нас нет выбора. А что мы можем сделать с этим монстром? Дедушка вон точно выбыл. Это тоже сделала Джури. И здесь тоже? Да сколько их здесь? Это просто удивительно. Нет, не время для восхищения. Сначала я должен уговорить отца. Я знаю, что они думают. Дедушка и Джури думают, что неправильно использовать стазис ради денег и власти. Но я… Я хочу избавиться от чувства безнадёжности, что поглотило нашу семью. Я могу сделать всё, что угодно. Могу сделать то же самое, что сделал Робин Гуд. Я могу отомстить всему миру. Вне зависимости от того, как сложно будет его уговорить, я не собираюсь сдаваться. Я обеспечу лучшую жизнь для этой семьи. Он мёртв? Здрасте! Ещё один! Нет! Я его не убивал! Он уже был мёртв! Макото! Беги, пока я его отвлекаю! Ах ты! Ах ты, скотина! Это был Сагава? Это возле нашего дома! Остановись! Отпусти дедушку! Назад! А ну, стоять! Остановился. Что это было? Утоп? Это же особая способность, которой владеют Джури и отец. О! Джури! Эй, куда вы ушли? Что ты творишь, папа? Я же просила тебя ждать нас в супермаркете! Ну, эта тварь подошла к Макото, а я хотел остановить её. Что? Макото, ты в порядке? Ага. Эй, дедушка купил мне игрушку. Эй! Гляньте на его одежду! Невозможно. Это Тобина. Почему он превратился в Вестника? Погодите. Никто из нас не хотел убивать застывших, так ведь? Возможно, превращение Сагавы в Вестника как-то повлияло на стазис. Да хватит вам уже! Та штука только что отреагировала на голос этого старика, правильно? Меня? Ну, когда ты сказал «стой», она остановилась. Правда? Тебе просто показалось. С чего бы Вестнику выполнять команду людей? Да вы ведь постоянно творите какую-то невообразимую хрень! Это был я. Я остановил его. Я почувствовал нечто, чего не испытывал никогда ранее. Тогда покажи мне. А? Ты можешь контролировать эту силу, да, пап? Тогда покажи мне. Ну, конечно же. Ну что ж. Как мне это сделать-то? Начнём! Забирайся туда! Что-то не так? Поторопись! А ну, забирайся! Забирайся! Нам действительно просто показалось. Эй! Эй! Что вы думаете об использовании этой штуки в сражении с Сагамой? Начнём? Забирайся туда! Что-то не так? Поторопись! Забирайся! Давай же забирайся! Нам действительно просто показалось. Эй! Может, использовать эту штуку в сражении с Сагавой? Чего? О чём это ты? Это же Вестник, верно? Присоединись он к битве, у нас будет преимущество. Эй-эй-эй-эй! Уверен, что Тобина хотел бы отомстить. Он был бы не против. Кажись, знаю, куда он направился. Но... Этот старик ведь может им управлять? Почему бы не воспользоваться? Я с этим согласен. Преимущество в силе не помешает. Отличный шанс получить больше влияния! Положись на меня. Как глава нашей семьи, я одолею любого, кто нам угрожает. Поняла? Поняла. Тогда начинаем. Это победа! Тогда... Я просто позову эту штуку обратно. Эй! Вернись! Десятый миг Эй! Вернись! О, в этот раз вернулась быстрее. Ну, скажем, я был не в лучшей форме. Послушай. Позаботишься о Макоте? Я хочу отвезти его в безопасное место. Но... Сделай это! Будет хреново, если папаша напортачит, отвлекшись на детей. А? Я не ребёнок! Я тоже прошу. Вообще-то, я бы и Джури спрятал. Но в этой ситуации... Хочу спрятать хотя бы Макоте. Дедушка... Нет! Подождите! Ничего не говори, я знаю. Это всё моя вина. Потом можешь кричать на меня сколько угодно. Да нет, я о другом. И о чём же? Защищать Макота должен я. Что? О чём ты говоришь? Собираешься потащить Макота за собой? Нет, я не о том. Конечно же, мы где-нибудь спрячемся. И как ты тогда будешь сражаться? Я справлюсь. Даже если буду далеко. Всю грязную работу поручишь дочери? Гораздо эффективнее будет отправить ту штуку первой. Нафига разделять наши силы? Мы должны защитить детей, верно? Защита Макота – это моё дело. Я использую Вестника для защиты своего внука. Он не слушал. То есть, о каком расстоянии речь? Контроль Вестника издалека возможен, если есть открытая местность. Тогда расстояние не важно. На каком расстоянии ты можешь его контролировать? Бесполезно, если он спрячется в доме или ещё где. В любом случае, я защищу Макота. И для этого использую Вестника. Я так буду сражаться. Господи. Обернуть такое способен только я. Да, Макота, хочешь остаться с дедушкой? Видишь, он хочет остаться со мной. Эй, старик, разговоры тут не помогут. Нужно скорее принять решение, невзирая на твои планы. Дадим время. И Сагава научится контролировать Фантома гораздо лучше. Я не видел его превращения в Вестника, настолько же крупного, как тот, который убил Аннона и атаковал нас. И потому... давать Сагаве время на восполнение энергии... это фатальная ошибка. Даже с таким телом я могу двигаться так же легко, как и раньше. Если сконцентрируюсь, могу ощутить потоки фантомов глубоко внутри. Вот каков бессознательный контроль. Обладать телом Вестника, на удивление, комфортно. Они идут. И с ними что-то странное. Собираются искать меня вместе? Если так, то мне остаётся лишь скрываться и убивать их по одному. Они следят за мной. Немного сдвинулся и остановился. А? Правда? Эй! Мы ведь туда идём, верно? А, да! Двигается! Он двигается! Куда? Туда! Вон туда! Постой! Не только управляешь Вестниками, но и знаешь положение врага, ты непобедим. Непобедим? Вот и оно! Моё время пришло! Без всяких сомнений, прямо здесь и сейчас самый главный тут я! То есть, право решать, использовать статис или нет, принадлежит... Эй, деда! Ах, тот, кто знает, где плохие ребята. И контролирует ту штуку. Это ты, Макота. О, так и знал! Но знаешь, если Джури узнает, у тебя будут проблемы. Ага, ещё как будут. Так что не говори правду, до тех пор, пока не вырастешь. Тогда скажешь всем, что тайный герой, одаревший врага и спасший всех, это ты. Тайный... герой? Не волнуйся, Макота. Тебя ждёт светлое будущее. Это ты мне уже говорил. Они отслеживают моё положение. В таком случае, теперь мы на равных. Никому из нас не спрятаться, не убежать. Хорошо. Теперь я устрою им тёплый приём. Приближаются двое. Что же, ожидаемо. Знают, что я чувствую их присутствие, и даже не пытаются спрятаться. Вот что они задумали. Итак, каков ваш первый ход? Если они подойдут слишком близко, у меня будет преимущество. Дедушка! Блефуют? Это одежда. Это же Тобина. Было близко. Ещё чуть-чуть, Макото. Макото? Здесь всё ещё опасно, так что давай отойдём ненадолго. Ты остановился? Эй, джюри! Просил ведь не идти в одиночку! Извини. Эй! Эй! В свободное время я отрабатывал удары биты. Смотри! Это бесполезно. Он двигается не по своей воле. Он двигается не по своей воле. Его кто-то контролирует. Ясно. Ребёнок. Отлично зашёл! Их командная работа меня невероятно бесит. Ядлочко! Хорошо! Просто продолжай! Сагаву... Придавили? Вместе они сильнее меня. Продолжат в таком же темпе. И мне конец. Дедушка, наш шанс! Да! Озвучено проектом Anilibria.TV Спасибо, что выбираете нас. Ты! Стоп! Затяжной бой мне не выгоден. Сперва прикончу ребёнка, контролирующего вестника. Очень жаль. Такого бы никогда не случилось. Сделай ты то, о чём я просил. Папа! Тракофуми! Я бы очень хотел проверить на тебе пару вещей по части контроля физиологии. Позволю тебе пожить чуть подольше. Давай проверим твою силу. Хватай его! Что? Это сделал пацан? Макото? Действительно он. Ну что ж, нас раскрыли. Отличная работа! Макото, а теперь раздави его! Нет! Не глупи, папа! Макото, просто держи его! Я пошла. Что? Стой! Что это? Его тело увеличилось? Если он настолько увеличит массу, ему не хватит энергии. Тело Сагавы должно было уже достигнуть предела. Он остановился. Это наш шанс! Стой! Не ходи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Сагава? Похож на высушенную кочерыжку. Он такой худой! Макото, еще немного! Нужно схватить его! Здесь есть какая-то еда. Если они побегут догнать, поглотить... Здесь есть какая-то еда. Здесь есть еда. Больно! У тебя болит живот? Не у меня. Желудок того дяди. Его едят! Его слабость. Вынужденная осторожность при восполнении энергии. Он восстанавливается. Нужно изгнать его. Сейчас же! Дури! Он превратился в нечто страшное! Сури, ты как? Я в норме. А ну, уходи! Я тебе о нём такого не скажешь. Это не восстановление. Он просто наращивает оболочку. Его тело слабое. Не уйдёт. Не уйдёт. Джури! Маджима, ты в порядке? Со мной всё хорошо. Важно не отстать от них. Скорее! Да. Не стойте с толпом! Вперёд! Да! Ты... Хочешь убить меня? Ты ведь хочешь изгнать из стази со всех живых, чтобы остаться здесь одной? Твой дедушка сильно расстроится из-за того, что своей ошибкой он разрушил жизнь внучки. Как смеешь? Всё случилось из-за... Я дам тебе выйти. Дам покинуть... Стазис. Я отправлю тебя... В реальный мир. Что? Не слушай его! Я обучаю людей тому, как использовать сознание. Даже без камня. Входить и выходить из стазиса можно, используя фантомов. Ты почти достигла этого уровня. Я в этом уверен. Я ощущаю вихрь частиц фантомов, вращающихся в моём теле. Если отточишь свои чувства, ощутишь, как щекочет изнутри кровь. Я готов научить тебя этому. Покажу, как использовать для этого своё сознание. Это правда? Нам в самом деле не нужен камень! Это ложь! Не дай ему себя одурачить! Верить в ней или нет, решать только вам. Вера живёт в другом измерении, нежели причинности и теории. Иногда вера необходима для хорошего исхода. Вера дарует человеку избавление. Она даёт нам возможность отсечь от себя эмоции и привязанности. Что-то я устал. Я не гожусь на роль священнослужителя, что читает проповеди. Если задуматься, им ты и был. Но для меня ты просто псих. Нет. Я считаю себя обычным нормальным человеком. Правда. Я обычный человек, который даже сойти с ума не смог. Моя семья возглавляла религиозную секту, которая базировалась на старинной традиционной религии. Итак, сегодня мы поговорим с вами о вере и человеческих сердцах. Когда я был ребёнком, видел, как отец каждую неделю в одно и то же время читает проповедь. Он казался мне колонной, невидимой опорой для людских сердец и их морали. У каждой религии существует опора. Эти опоры защищают людей и поддерживают мир. И тогда я верил в это всей своей душой. Дюнзи, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. У вашего мужа тяжёлая работа без выходных. Дюнзи, во сколько у тебя заканчивается футбол? Сегодня не будет. Его отменили. Отлично! Уни школы я мог общаться лишь с одним ребёнком. Он был из верующей семьи, что состояло в нашей организации. Нас объединяла религия, что исповедовали наши семьи. Он был особенным для меня. Я стирал его, но пятно не исчезло. О, внутри тоже испорчено. Ты стирал мылом? Вовсе нет. Врёшь. Ты же знаешь, что нельзя использовать бытовую химию. Прости. Завтра нам заменят эти мешочки. И по запаху они поймут, что его стирали мылом. Знаю, что в пристройке есть ещё. Пошли найдём их. Грёзный мешочек мы тогда оставим себе. А завтра просто отдадим им новый. Всё будет хорошо. Надеюсь. Спасибо. Я рад, что ты со мной, Дзюнзи. Конечно. Мы ведь друзья. Прошу прощения, патриарх. Вместо него накажите меня. Дзюнзи. Дзюнзи. И мерзкое соитие наших родителей. В конце концов, это было весело. Спустя пять лет мой отец умер от болезни. Одиннадцатый миг. Ну уже выше нас. Теперь ты здесь, патриарх. Дзюнзи. Я собираюсь уйти. Я обрываю связи с организацией. Что? Эй, думаешь, что можешь просто сбежать? Кончай дурачиться! Все деньги и женщины почти в наших руках! Приди в себя до завтра. Дзюнзи. В тот момент камень явил мне проблеск стазиса. И тогда я совсем смирился. Исследование стазиса это единственная причина существования общества истинной любви. Моему другу, давшему этот шанс, я до конца позволял делать все, что хочется. Утомил вас своей страшной историей. Для меня в жизни, в нормальном мире больше нет ничего привлекательного. Но ты другая. Возвращайся с семьей. Если же попрощаешься, ты навсегда потеряешь возможность ощутить боль друг друга. жюри. Я тебя умоляю. Вернись. Умоляю тебя. жюри. Что? Удивительно. Он выдержал. Через несколько попыток я смогу изгнать их. Я должна закончить всё здесь и сейчас И ночи нет смысла Стой! Ты пожертвуешь своим шансом на возвращение? Я хочу защитить свою семью Цена не имеет значения Он такой же Он не станет полагаться на удачу ради достижения своей цели Но всё же... Никто из нас не пойдёт на компромисс Он это знает Поэтому пытается избавиться от нас Видимо, наговорил лишнего Погоди, Джури! Я сделаю Не хочу, чтобы ты пачкала руки В конце концов, я должен довереть внучке, а не тебе Убью тебя собственными руками Оставлю внучку здесь С собственными руками Нет, дедушка Ты колебаешься Да нет! Колебаешься! Хочешь сказать? Ты справишься? Вот и всё Ну, ты как, Джури? Я взял его из дома господина Накамадсу Это подделка, но он острый Им с лёгкостью можно проткнуть даже металл? Ну, что важнее Отец! Разве можно так поступать? Хорошо, что я здесь и прикончил его А если бы он напал на Джури? Как ты собирался защищать её? Серьёзно? Ворвался и пронзил его? Пронзил падшего врага без единого колебания Таким плавным движением Да что с ним не так? Готово Что? А? Что это? Вот чёрт! Эй! Куда делся его мозг? Мозг? Облако пыли полетело туда Здесь Это... Сагава? Он похож на паука Хорошо Я прикончу его этим Больше пыли не видно Значит, вся масса тела сагавы Сконцентрирована в этих тонких нитях? В таком случае Она не останавливается! Джури, надо перевязать! Вот, держи! Отдай это доктору! Доктору? Ты о чём? Нет, подожди! Что такое? Это Кафуми? Прости, я изгнала его Ему отрезали палец, и он терял кровь Ребята, не прикасайтесь к нитям сагавы Каждая из них острая, как лезвие Неужели он там прячется? Дедушка тоже застыл Какое красивое и доброе лицо Сколько уже? Не знаю, может час Трудно поверить в то, что он всё ещё жив А если он восстанавливает тело внутри этой штуки? Ты прав Должно быть, он поглощает частицы в воздухе В воздухе? Я имею в виду пыль, углерод и металлы Я думаю, что вестники состоят Из воздушных частиц, собранных с большой площади Однако На поглощение частиц нужна энергия Даже если он поглотит органический металл Его надолго не хватит Тогда Он просто не может двигаться, верно? В таком случае Давайте приберёмся Давайте мы спрячем все улики и тела Нет никаких признаков движения Сагава Нужно сделать всё, что в наших силах, пока мы все на месте Простое наблюдение ни к чему не приведёт Нужно, чтобы ребёнок выкопал могилу с помощью Тобина Хорошо? То есть ему нужно только копать? Мы сами их похороним Да Она не злится на нас? Пообещай мне Когда всё закончится Найти остальных и убедиться, что никто не тронет мою семью Конечно Не волнуйся За нами уж точно не заржавеет Я тебе доверяю С дедушкой всё хорошо? С ним всё хорошо Вот его талисман Может быть больно Спасибо тебе за обещание Не стоит Теперь я скажу Моя семья не может позаботиться о твоём брате Я и не рассчитывала на тебя Жалко, что Мияно закончил вот так Он Мияо Только что мы несли Ямайю А, да? Сако может и ненадёжный Но Шиоми можно доверять Он позаботится о безопасности семьи Юкава Да Я продолжу наблюдать за Сагавой Я с тобой Если сделать что-то странное, мы телепортируемся Ныряй Атака Крота Подожди, ты не умеешь нырять Копай, копай Ныряй, ныряй Не нравится мне это Их ведь запросто могут откопать во время стройки Только вот меня здесь больше не будет Воспоминания Даже не попрощаться У тебя что-то болит? Тётя Джури Может поспишь? Эх, испытание на выносливость Отдохни, пока есть такая возможность Однажды Макота проснётся, заплачет И спросит, почему мама не возвращается Дедушка Пусть папа будет тем, кто во всём винит прошлое Не говори, что не сможешь Пообещай мне Дедушка Чего? Ничего, просто так Эй, ты чего задумала? Не убегай Буду Почему пытаешься изгнать? Макота Очень хочет увидеться с Саная Как долго планируешь держать его здесь? Макота? Но я пытался... Попрощаться я могу только сейчас Если так и останусь с тобой, Макота Больше не смогу без вас Почему зашла так далеко и уничтожила камень? Чтоб задержать меня здесь? Больше всего ты хочешь защитить Макота Разве я ошибаюсь? Что бы ты ни сказала, я останусь здесь Какое бы решение ты ни приняла, я буду с тобой Знаете, вы слишком громко говорите Эээ, прости Почему вы ссоритесь? Ты всегда говорила, что нужно жить дружно Да, Макота, ты должен ладить со своими друзьями Хорошо А ещё должен слушать маму Я слушаюсь, я всегда слушаюсь Не ленись чистить зубы каждый день Странно Сегодня ты ведёшь себя как мама У тебя сильные руки Из тебя получится отличный работник Вы уже десятый раз это говорите Правда? Да, я уверен, что потом опять скажете Я чувствую себя как дома Хочу скорее туда попасть Озвучено проектом Anilibria.tv Спасибо, что выбираете нас Нет, здесь опасно Не подходи Тонкие Но я предельно осторожна Как за он Слушай Я знаю, что он хотел домой Но этот пацан был важен для битвы Не называй его так Может, стоило для начала у нас спросить? Эй, бандюган Проблемы моей семьи Не твоего умодела Проблемы твоей семьи? Я думаю, что вам лучше уйти Впоследствии двое из нас Смогут следить за Сагавой Это моё решение Уйти, говоришь? Мы не можем взять и уйти На что способен Сагава, не знаем Что происходит, тоже не в курсе Блин Разве я не говорил тебе Убрать эту лопату Заткнись Этот срез Это же... Послушайте Нам всем сейчас не до шуток Посмотрите сюда Ничего же нет Взгляните Повнимательней Не может быть Это же не Тесагавы Он что, настолько продлил их? Дело не в длине Видишь, там, внизу Они блокируют дорогу По которой мы с вами шли сюда Он протянул их, пока мы говорили Если и дальше продолжат действовать в том же духе Эта клетка убьёт нас Ребята, слышите? Сагава протягивает нити Мы не знаем, насколько они длинные Будьте внимательней Мы тоже это заметили Ты можешь подойти к нам? Не уверена Если уйду, некому будет наблюдать за... Это наименьшая из наших проблем Я иду, жди меня Что будешь делать? В смысле? Заберу Маджиму И уйдём подальше от нитей Это тебя не защитит Это нужно для обнаружения нитей Ты ведь не понял Когда разрезала лопату Я не обращал на них внимания Осторожно! Стой! А... Не настолько они и невидимые Буду повнимательней Подожди Поможешь мне? Кое-что попробовать Не может быть Поглощает нитями энергию Такой стойкий Маджима! Держишься? Иду к тебе! Не смей! Неосторожное движение! Эти нити созданы силой фантома Это значит, что её сила Натянута настолько, что лопается Эта штука Тоже поглощает? Возможно Это значит Если перережем все нити Сагава помрёт с голоду Или лучше Прикончить его одним махом Я уверен Ты бы могла уничтожить этот кокон Если б достала до него Ты прав Сагава на грани смерти Если изгоним фантомов силой Вполне возможно Его жизнь подойдёт с концу Наконец-то добралась Не позволю ему Угрожать будущему Макото Верно Это Яйцо чудовища Это Жи его Родись не в этой семье Я бы Смог стать счастливым Зачем мне оставаться здесь? Так и есть Он Но такой же Как я Даже так Ну и что? Прости, но это твоё Наказание Прошлого уже не вернуть Ни тебе, ни мне Никогда Ничего не исправить Дианте Младенец? Это Это Сагава? Задохнётся И умрёт Не хочешь убивать его Просто Оставь здесь Эй! Дай его мне А с ним всё хорошо Я размешала его пальцами Микробов не занесла? Что собираешься делать? Не убьёшь и оставишь в живых? Советую избавиться от него Воспитаю Что мне ещё остаётся? Дедушка не против? Куда денусь? Нет Воспоминания с Агавы Могут пробудиться хоть сейчас Его воспоминания Не пробудятся Откуда знаешь? Он переродился в таком виде А это значит, что фантомы Обратились к его генетике Чтобы сохранить Ему жизнь Проще говоря Его предыдущее тело Было уничтожено Чтобы создать новое Я видела это Видела, как стираются Воспоминания с Агавы Если воспоминания Всё-таки вернутся Тогда Можно считать, что его душа не упокоилась А? Не поспоришь? Нет Ты убедила Что же Если всё так Нам больше нечего здесь делать Верно И я не особо хочу вас видеть Так что должна побыстрее Изгнать вас из своего мира Только что Ты назвала стазис своим миром Но я хочу, чтобы ты верила Что однажды вернёшься Прости Не хочу говорить на больную тему Но я хочу, чтобы ты верила Подними голову А теперь стой прямо Собралась в будущее с такими мыслями? Заставляешь волноваться Теперь прощай Наладь отношения С братом Двенадцатый миг Да что, ему не нравится Я уже сменила подгузник И накормила молоком Ну, что такое? М? О, он не плачет Может, плохое настроение? Хи-хи Как думаешь Я должна отправить его в другой мир? Не могу же я вечно растить его здесь? Он должен получить образование Ты права Может, лучше вернуть Когда окрепнет? Толчок, созданный твоей силой Довольно мощный Значит, где-то через полгода Макото примерно в том же возрасте Неужто опять? Теперь точно подгузник или молоко Ой, а воды нет Сходим и наберем Что ты пишешь? Дату Так мы сможем подгадать момент Да Ты права Эй, Ути-Пути Ну-ка, пей Ну, черт Да Хорошо иногда так прогуляться И о дожде не стоит беспокоиться Слушай, дедушка О, а вот и он Ты всегда на нём каталась Когда мы приходили сюда Я думаю Тебе пора возвращаться, дедушка Я очень рада, что ты хотел бы остаться со мной Но Мы должны всё объяснить маме и моей сестре Уверена, сначала они ничего не поймут Ты единственный, кто сможет всё сгладить и объяснить Поэтому прошу тебя Пожалуйста, защити их Прекрати Меня просить не надо Пока здоров, приложу все усилия, чтобы вернуться Обещаю Поэтому Больше не пытайся ударить меня со спины, как в тот раз Прошу Хорошо Я пойду посплю первым Да Спокойной ночи Спокойной ночи Кстати А? Когда проживу здесь достаточно времени Как и говорил Сагава, смогу использовать своё сознание А там может и покинуть стазис И тогда Однажды я встречусь с тобой Уже сильно постаревшей Погоди Если научусь использовать своё сознание Я смогу изгнать медузу из джури Не знаю пока, как это сделать Но Если Попрактиковаться Отлично Начну С завтрашнего дня Прости Если оставить как есть Мы не сдвинемся с мёртвой точки Прощай Дедушка С каждым днём я всё больше переживаю Я ворую, знаешь ли Как же печально осознавать, что я до конца жизни буду воровкой Чего? Хочешь помочь? Эй, эй! Я делаю это, чтобы выжить Пожалуйста, прости меня А-а-а Что? Тебе нравится? Какая? Ого! Встаю Этот плачь значит, что покакал Это цветы Цветы Красивые, да? Эй, скажи здравствуйте, тётя Саная Мы уже видели её Мы уже видели её Сестра невероятна Решила посвятить свою жизнь Макото А мне вскоре Придётся с тобой прощаться Это всё притворство Я хочу, чтобы ты верила Что однажды вернёшься Поверь, я не волновалась бы В жизни здесь ничего хорошего Но и плохого тоже И это тоже неплохо Не может быть! Верно Уже почти полгода прошло Эй, скажи Не хочешь остаться жить здесь со мной? Эх Да ты проголодался Тогда сначала покушаем Если ты срыгнёшь Она застрянет в горле Опасно Нет Если подождём, пока желудок опустеет Так нельзя Всё-таки я медлю Озвучено проектом Анилибрия.тв Спасибо, что выбирали нас Сегодня я отправила малыша на ту сторону На всякий случай Пожалуйста, отнесите его В больницу Ничего не происходит Но я надеюсь, что в моём мире Настанет покой Приятного аппетита До этого момента я не замечала Нужно сменить темп Иногда же можно То есть Мне уже за двадцать Точно Это же мой мир Я должна почувствовать это Идём домой Иногда нужно избавляться от стресса Никто ничего не услышит Нужно двигаться хоть иногда Так и есть Верно Вроде в самый раз Да Что ж Я ушла Я рада, что вышла Мне нравится гулять И разглядывать всё вокруг Да Короче, нылые мысли Буду наслаждаться тем, что имею Надеюсь Моя семья сможет жить мирно Спокойной ночи Что не так? Думала, если схожу в оживлённое место Мне станет гораздо лучше А Прочунки Прочунки Думай irrelevant То есть Прочунки Прочунки Мысли Прочь аналиймыслі! Проч аналиймыслі! Проч аналиймыслі! Прочь аналиймыслі! А что это? Галлюцинация? Я сошла с ума? Этого не может быть! В этом мире существуют вестники! Это вовсе не я сошла с ума! Это этот мир ненормальный! Но какой смысл мне сохранять рассудок? Точно. Когда отправила ребёнка назад, я потеряла смысл жить. Странно. Теперь, когда я поняла это, мне стало легче. В своём ли я уме, ничего уже не важно. Ничего не изменится. Что это? Меня наполняет чувство лёгкости. Ай! Не может быть! Почему я решила остаться здесь? Это те же самые волны. Тело что-то протягивает. Мой мозг будто плавится. Почему? Потому что всё-таки я хочу вернуться. Что? Свет? Что это? Мне можно туда? Я хочу туда попасть. Пока моё сознание не исчезло. Плость. Ты меня удивила. К тому же меня впервые кто-то втянул. Я успокоила твоих фантомов. Теперь всё хорошо. Всё. Хочу. Что? Разве не ты меня втянула сюда? Ты-то сама кто такая? Ю-Юкава. Знакомое имя. Муж знал кого-то по фамилии Юкава. А вы... А, я? Ну, ты использовала камень, чтобы войти в Стазис, верно? А жена того, кто его создал? Понятно. Всё произошло из-за камня, созданного моим мужем. Прошу прощения. Не стоит. Ну что скажешь? Между нами говоря, вам довольно сильно повезло. Мы еле концы с концами сводим, не особо нам везёт. Даже не верится. Ты уничтожила камень, не получив выгоду? Ясно. Поэтому муж оставил камень вам. А где сейчас Создатель? То есть твой муж? Он умер? В 1880-м. Ясно. В 1800-м. Что? С самого рождения в моём теле живёт Фантом. Я не старею. Поэтому одни мне поклонялись, а другие пытались убить. Было трудно. Мой муж тогда сбежал вместе со мной. Я часто входила с ним в Стазис. Он хотел такое же тело, как и у меня. Но вскоре он увлёкся исследованиями и позабыл о своей цели. Это так типично для мужчины. Люди зовут его Создателем. Но на самом деле это я. Прошу, не забывай. Отчего он умер? Конечно же, со временем он старел. Это ограничение для тех, кто контролирует Фантомов ради выгоды. В общей сложности он провёл со мной чуть больше двухста лет. Он был милым, когда постарел и был близок к смерти. Мне очень жаль. Что ж, тебе пора возвращаться домой. Ты чересчур порядочная, как и твои предки. Приходи, если захочешь развлечься. Я задержусь в этой эпохе. Возвращаться? Ну как? Я же говорила, что часто бралась сюда с собой супруга. Для меня это всё равно, что дышать. До свидания. Было приятно поболтать с тобой о прошлом. Что мне делать? У меня ни телефона, ни денег. Прибыла электричка до Шин-Токарадзава. В платформу отправляется электричка до станции Токарадзава. Отправление прямо сейчас. Просим не обмазывать. Есть хочется. Они уже наверняка спят. Придётся ждать до утра, пока откроют. Что? Почему? Дедушка. Эй, народ! Джури! Джури! Как и говорил отец. Сказал, вернёшься ты ночью, и мы должны тебя дождаться. Джури с возвращением домой. Да. Я вернулась. Если будешь так спать, шея заболит, мама! Мама! Я не спала. Просто лежала. Макота и остальные ждут снаружи. Алло? Что? Такое чувство, будто я это уже слышала. Да ладно! Ну же, давайте быстрее! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...